Всем привет, с вами UwebDesign, это подкаст Суровый Веб. Сегодня 15 ноября 2016 года, выпуск номер 102. Всем привет. Время без 10.11 по Челябинску. Отлично. Сегодня мы прям очень поздно, но, несмотря на это, у нас есть несколько громких тем. Как говорится, поздно пьяный и не один. Да. Это первая была тема. Вторая тема. Воспринимаем PHP всерьез. А идти, а оно тебе надо, это третья тема. Делаем интерфейсы в виде диалогов. Погнали. Я чуть сейчас не выключил запись. Мы как бы до этого просто тестировали звук. И на слое «погнали» я обычно выключаю. Ну мы, как обычно, рады всех приветствовать на борту. На борту нашего флота, флотилии. Ну, кстати, да, мы, конечно, обойку будем в конце обсуждать, но здесь тоже некий борт. Вообще, я думаю, что многие заметили, что мы звучим теперь не как UwebDesign подкаст, а как подкаст «Суровый веб» от UwebDesign. Да. Мы, в принципе, объявляли с Никитой конкурс, практически конкурс, с призом «Автомобиль», скорее всего. И конкурс на лучшее название для нашего подкаста, потому что просто подкаст UwebDesign как-то нерепрезентативный. И конкурс выиграли, естественно, мы сами. Просто потому что... Мистер и мисс подкаст. Мистер и мисс UwebDesign. Но на самом деле выиграл Саня подкаст, конкурс. Ну, как-то так, да, просто родилось. Напишите в комментариях, догадались ли вы, почему «Суровый веб». Такую викторинку небольшую замутим. Хотя, казалось бы, более очевидное ничего придумать нельзя. Ну и раз мы уже говорим про эту тему, было очень много интересных. Интересных всяких комментариев. Интересных предложений. Мы ржали. Давай прям несколько хороших. То есть ты мне предлагаешь прям интерактивно открыть? Да ну я думал, ты помнишь. Я вот просто помню, например, IT-кухня. IT-кухня, отлично, нам нравилось. Веб-кухня. Да, но мы когда начали гуглить, во-первых, мы подумали, что это, ну, немного так будет попсово, что ли. Избито я не хочу сказать, но так, достаточно как-то... Ну, короче говоря, есть уже такие шоу. Да, это посредственно как-то нам показалось. Поэтому «Суровый веб», «Суровый веб», кстати, непосредственно вообще. Вот. Ну, тем не менее, да, напишите в комментариях, как вам название программы. Я надеюсь, вы получите от него настоящее удовольствие. И от программы, и от названия. Вот. Вообще-вообще. И было еще веб-чуваки. Было веб-чуваки. В это время ты зачем-то перевернул микрофон вверх ногами. Ну, просто я вот еще в прошлую запись так хотел сделать и что-то обленился, а вот сейчас я не настолько хочу спать, как в прошлый раз. Никто, кстати, даже не обратил внимания на мою сонность в прошлый раз. Да. И слава богу. Потому что я вот когда переслушивал, мы с Никитой вместе переслушивали, прям вот даже смешно было потом вспоминать. Да. Давай к оперативным вопросам нашим классическим. Давай. Хочу сказать, что на youwobdesign.ru, на нашем сайте, вы всегда можете найти тему с темами вашими. Да. Куда вы можете предлагать спокойненько. Зрители, обратите внимание на экран. Извини, Никит, я тебя перебью. Да. Темы к ближайшему подкасту здесь в сайдбаре всегда есть. Даже в скобочках указано, сколько уже есть комментариев. Вы прям видите, что либо разгорается прям дискуссия, и скорее всего вы уже не можете в ней поучаствовать. Либо прям мало, и надо спасать ситуацию. Потому что иначе как спасением это не назвать. Да, потому что сегодня вот было не так много тем, как в прошлый раз. Но, тем не менее, мы выудили самое интересное, поэтому обязательно дослушайте до конца. Не переключайтесь. И я еще раз, мы уже, кажется, призывали, но я все еще еще раз призываю. Уважаемые слушатели и зрители, вы когда тему предлагаете, вы смотрите, что предлагали другие. Потому что в этот раз почему-то вот к 102-му подкасту было беспрецедентное количество повторов. Угу. Прямо как я вот альбомы с наклейками покупаю, точнее пакетики с наклейками для альбомов. И там повторки попадаются. Я бы даже сказал Баянов. Ну, не хотел я вот так жестко. Хотя у нас суровый веб, к черту, Баянов. Суровый веб, да. Еще, кстати, помимо нашего сурового веба на Ювеб Дизайне, на канале Ювеб Дизайн на Ютьюбе, а я думаю, что вы, скорее всего, сейчас слушаете оттуда, если вы слушаете из iTunes. Если слушаете оттуда, ставьте лайк. Да. Если вы слушаете из iTunes или из других каких-то RSS-лент, возможно, то знаете, имейте в виду, что у нас на Ютьюб-канале еще выходят ролики по иллюстратору. И вы, возможно, могли их пропустить, как-то упустить для себя. Или вы по каким-то религиозным причинам, например, слушаете только суровый веб. Ну, это, в принципе, похвально, но вы все-таки не обделяете Саню Ефремова, нашего со-основателя. Это не хрен с горы Арарат, между прочим. Это чувак, который вместе с нами это все придумывал, делал первые дизайны к пабликовским картиночкам. Да, его, кстати, шутки до сих пор в каких-то баянных веб-пабликах постят, которые он замучил. Его первые цитаты вот эти, когда он еще красиво ракетки там пририсовывал, это круто. И даже первые вот эти легендарные обложки для Ютьюб-видео, типа САС, это Санька делал. Поэтому вы отдайте ему должное, он уже тогда умел с иллюстратором обращаться. А сейчас он вообще на вы, на ты. На эй, ты. Прямо вот вообще четко. Поэтому обязательно посмотрите. Даже если вы никогда не занимались дизайном и векторной графикой, вы хотя бы под чаек посмотрите. Там короткие ролики-то по 10 минут. Да, согласен. Там они вообще только так, как действительно вот конфетку скушать. Кстати, вот для наших зрителей, опять же, на экране у меня как раз открыт анонс последнего из них. Создаем крутые надписи при помощи Blend в скобках переход Adobe Illustrator. Это, между прочим, сегодня ролик свежак. Да, ну еще раз подведем итог. Предлагайте свои темы на youwebdesign.ru в сайт-баре обязательно. Смотрите другие наши ролики на YouTube-канале. Если вдруг хотите нам что-то написать, youwebdesign.ru slash contact. Там контактная форма, можно любые вопросы, пожелания, все прям. Если анонимно хотите. Ну, то есть там не анонимно, там я прошу вас имя указывать, чтобы я мог к вам обратиться. Конечко. Но вы можете написать какой-нибудь там. Вы можете написать Darth Vader, например. И вас внезапно в Раду на Украине возьмут. Да. И еще youwebdesign.ru slash donate, если вы по каким-то причинам хотите нам помочь. Да, обязательно. И по пятницам нового The Game Stream. Все, погнали дальше. Да, ну и в общем суровый веб, погнали, дизайн. Нам предложили в предлагухах. И вот это предложение, оно совпало с моим желанием наведаться к Нику Бабичу. Уже пора как-то. В смысле, прям с ломом? Прям, да, с монтировочкой. Снять у него замок. И как это, как в первом один доме на гвоздь просто насквозь наступить. У него какой-нибудь мобильный замок. Какой-нибудь, он же там мобильный. Да, да, UX-замок. Я сразу там какую-нибудь загадку решал. Стул типами, вот с подсказочками. Так. Ну, короче говоря, нам эту тему именно предложили. И я прям... Мы не отказались. Не смог. Не смогли прям, да? Подсказки в дизайне интерфейсов. Нам Николай, предположительно, говорит. Кстати, до сих пор есть люди, которые... Вот мы тогда обсуждали интервью с Николаем Бабичем. Есть люди, которые думают, что вдруг... А вдруг он фейк все-таки. В смысле, он? Это обсуждающий образ? Да, что это практически... Просто дизайнер. Книрический герой. А на самом деле, там, я не знаю, 20 задротов за него это все пишут, делают. Блин, это как-то тоже круто, по-моему. Меня такая легенда тоже устраивает. Ну, я думал, что это справедливо только для диджеев, типа Тиеста, у которых уже 20 задротов за них треки пишут. Ну, может быть, для Ника Бабича тоже. Ну, в общем, давайте сразу к делу. Нам сначала, как это вводится в такого рода статьях, знакомят с фактурой. Подсказки, Никита, чтобы ты понимал. Это... Тул-типы? Да, это тул-типы, которые помогают пользователю понять, что же перед ними находится. В большинстве случаев они занимают очень мало места, и они эффективно его занимают. То есть они всплывают где-то, потом уходят, как только ты там наведение убираешь. То есть они не загаживают вам экран. Нету скрин-клаттера. Скрин-клаттер. Они уменьшают засранность интерфейса. Ну, слушай, а забегая вперед, вот, интерфейсы, мы все говорим, веб, вот это все, суровый веб, вот это все. Так это же еще было-то, когда на Делфи делали, можно было тул-типы менять. Ну да, которые дефолтные, виндовские. Здесь, кстати, Николай, надо отдать ему должное, он рассказывает об истоках. Вот, ну-ка. Точнее, он не говорит об этом как об истоках, он просто, он примеры приводит, прям вот те самые. Как они, винрарные, да, правильно говоришь, в наших интернетах. Так вот, здесь скрин сразу же с, я не знаю, какой-то, ну, мне бы тумблер напомнило, но тут какой-то скрин, я не знаю, он не подписал. Тул-тип, поп-ап виндоу, бла-бла-бла. Асиф Алиэм какой-то. В общем, классическая всплывающая подсказка в форме прямоугольничка со стрелочкой, которая указывает на куда вот, собственно, о чем подсказка, всплывает при наведении. Ну, я даже сейчас вот прям визуализирую себе стандартную анимацию, которая так всплывает снизу вверх. Я, да, я настаиваю именно на таком озвучивании. Озвучание, как правильно говорить. И обратно уже уходит именно вниз. Короче говоря, слушатели вы уже представили, зрители просто, ну, как бы, а вы всегда представляете. Работают они именно так, когда вы убираете наведение, она пропадает, когда наводите, она появляется. И в большинстве случаев является просто подписью какой-нибудь иконки или картинки. Так. И на самом деле, в чем смысл? Нам Николай сразу пытается объяснить, когда использовать и когда не использовать. Tooltip, oh, not tooltip. To tooltip, oh, not to tooltip. Извините. Так вот, в каком случае использовать? Первое. Какой-то элемент управления не имеет текстового лейбла, текстовой метки. Тогда стопудово лучше использовать всплывающую подсказку, но просто потому что... А как вы иначе скажете, что такое B? А B это означает bold или полужирный, как это мы в ворде в русском принято понимать. И здесь даже в данном случае на этой подсказке есть комбинация клавиш Command-B, которая вызывает его. Ну, или Ctrl-B, если вы Windows-Guy. Вторая причина использовать всплывающие подсказки, это... Если вот выигрывает элемент управления от того, что мы прям распишем побольше. Ну, короче говоря, вот есть ярлык на рабочем столе. Какой-то description, да, я так понимаю? Прям вот да. То есть если просто текстового описания недостаточно, можно навести и увидеть описание, то есть в каком месте находится сам файл, компания, цифровая подпись, версия. 4.0.0.0 в данном случае от статус-бар-сэмпл какой-то. Ну, это, я так понимаю, считыватель штрих-кодов. Так, дата создания и размер. Вот, например, для видеофайлов можно на них наводить, смотреть там битрейт, разрешение. Я не знаю, настраивается ли у Windows где-то объем этого тул-типа, всплывающей подсказки и его наполнение. Но то, что я сказал, было бы очень разумно для видеофайлов. Я еще раз напомню, битрейт и разрешение. Возможно, кодек. Возможно, профиль, если это x264. Не, ну на самом деле, очень много в эту хрень можно напихать. Да, поэтому тут как бы зависит от вашего UX. Но на самом деле, а вот, ну, чтобы не жать правой кнопкой свойства, не вызывать контекстное меню, если угодно, можно вот в виде такой всплывающей подсказки достаточно много информации показать и не засорять экран. Она же не сразу показывается, только тогда, когда ты навел. Ну, я доволен этим объяснением. Дальше давай. Третье. Редко используемые фичи или фичи, которые можно понять неправильно. Для них нужны всплывающие подсказки. Ну, вот, допустим, вверх-вниз стрелочки на стэк-эксченджи. То есть на всяческих стэк-оверфлоу, WordPress стэк-эксченджи и так далее. Стрелочки не всегда, оказывается, понимают, что... Означают, что мы добавляем голос. А вдруг мы хотим этот пост передвинуть там куда-то вверх-вниз, да? Поэтому здесь для стрелочки есть всплывающая подсказка. Этот ответ полезен по терминатам. Знаешь, чё? Я вот мы всё ржём-ржём. А Ник Бабич-то это самое, знаешь, чё? Ну. Грешит чем? Он как-то уходит от мобилок. Это какие тул-типы там на мобилках-то у нас? По-моему, никаких. А он... Нет, здесь будет пункт, где он сказал, что... А для тач-устройств мало актуально, потому что просто... Потому что это тач-устройство. Ну ладно, так. Там нету как бы наведения и так далее. Я просто застал, походу, Ник Бабич это. Ну ты давай так, я вот сейчас зайду на его сайт, раз уж мы разговариваем. Ну-ка. И последняя, это предпоследняя тема. А последняя уже опять. Mobile Design Best Practices. Уже приторные выжимки, уже просто вот как делать мобильный дизайн. То есть тут с ним что-то изменилось в этой статье? Да, да. И как бы сказать, поэтому мы её и взяли. Если бы там опять было про мобильное, то хрен бы плавал здесь в подкасте вместо Ника Бабича. Причём его хрен, возможно. Ну ладно, давай продолжим, окей, давай. Да, в каких случаях не стоит использовать всплывающие подсказки. Так. Ну вообще он здесь говорит, если вы хотите большое количество подсказок сделать, скорее всего вам надо весь дизайн переделывать. То есть если у вас нихрена не понятно по умолчанию, то это проблема уже проектирования вашего, это проблема всего в принципе. Всего интерфейса вообще. Да, всего интерфейса, всего приложения, а не того, что вы там одну вот подсказочку не доделали. Ну да, логично так. Так вот, первый момент, когда пользователям вдруг нужно осуществлять какие-то действия с контентом этой подсказки. Например, если внутри подсказки есть кнопочка Tap to Close. А как ты его тапнешь, если он и так уйдёт при наведении? Вот, ну, это дерьмо, это прям такая. Это, представляешь, Tap to Delete, и ты всё сразу нахрен удалил, и, короче, и вообще... Ну, тем более, да. В общем, вот не надо делать интерактивные подсказки. Они вот здесь read-only должны быть. Вот без всяких там контролов, внутри контролов, чтобы ты мог контролировать контролы по West Coast Customs. Ну, логично, да. Да, второй момент, когда пользователи смотрят ваше приложение или сайт на мобильном устройстве. Видишь? Вот он. Сделал свой выход и сказал, что на мобильных телефонах очень сложно придумать UX-тултипов, потому что при клике ты вроде кликнуть должен. И тогда, получается, если сделать при клике всплывание подсказки, то как тогда активировать этот контрол? То есть, ну, непонятно. Надо, чтобы он думал, когда ты, короче, глазом смотришь. Ну, вот, да. Вот, вот. Но если, слушай, если телефон будет думать, когда я глазом на него смотрю... Каким-либо. Да, это уже страшно будет, не дай бог. Хороший дизайн всплывающих подсказок. Так называется следующий параграф. То есть, что бы сделать? Вот мы разобрались, где их использовать. А теперь, как именно, что мы должны в них такого вложить, кроме своей души и любви? Ну-ка. Как в Гарри Поттере, все от любви. Вот хорошие всплывающие подсказки, а не как Гарри Поттер. Ты имеешь в виду тултип, это крей-страж? Да, это прям... Это крей-страж верстальщика, да. Чем больше тултипов, тем более сложнее. А Бабичон, Дамблдор, возможно. Слушай, про Дамблдор это... Че там? А, в продолжении. Ты же, да, скидывал сук, что в продолжении магических тварей и местных обитаний будет прям недвусмысленно рассказано, почему Дамблдор из этих. Из тех. Из тех, которые в Сан-Франциско в основном кучкуются. Которые с Тимом Куком. Во-во, вот из них, да. Так вот, в общем, если... Если всплывающие подсказки не имеют никакой визуальной... Ну, короче говоря, как мы должны узнать, что присутствует всплывающая подсказка? Угу. Допустим, допустим. Это я уже говорю от себя, здесь Николай нам об этом не говорит. Вот представляешь, какой-то контрол покачиваться начинает, если 5 секунд на него не наводить. Ну, допустим. Ты инстинктивно захочешь навести, и когда наведешь, всплывет всплывающая подсказка. Простите за эту автологию. Да, но с другой стороны, мы, допустим, в Windows, у нас ничего не покачивается. Ну, согласен. Там это, конечно, свидос. Я имею в виду... Допустим, представь себе Google Material Design. Представил. Ты зашел в Gmail... Меня аж передергивает на чего, как я... Согласен. Я просто даже глаза за крышу прям погрузиться. И там вот эта кнопочка «Добавить новое письмо сбоку». Так. «Flotting Action Button», если угодно. Вот она покачивается чуть-чуть иногда, если ты 5 секунд ее не трогаешь. Ну, да. Она прям заставляет... Там, правда, нет всплывающей подсказки. Она покачивается, как, возможно, бедра любимой женщины. Да, как Бейонс. Ну, ладно. В общем, нужно улучшать, так скажем, заметность. Заметность этих всплывающих подсказок. То есть, понятность, что можно ее вызвать. Да, да. Возможно, нужно сделать всплывающую подсказку про всплывающую подсказку. Подсказки, опять же, по West Coast Hudson. Слушайте, ну, как бы, я не знаю, какой еще... Надо Нику Бабичу посоветовать. Да. Нужно информацию в хорошем формате показывать. Здесь, видишь, два варианта. Когда все в кучу. И когда идет, так скажем, выравнивание по столбцу по строчечке. То есть, по одному только смысловому блоку на строку. И как бы подсказка более убористо выглядит. То есть, нету вот этой вот колбаски длинной. А есть нормальная такая субстанция с кучком. Как вам наши дизайн новости? Да, это прям круто. И третий, так скажем, пункт, как надо, слэш, не надо делать. Вот не должна всплывающая подсказка дублировать сам лейбл, например. Это логично, да. Не надо на кнопку принт делать всплывающую подсказку принт. Это и дебил поймет. А нажми, нужна какая-нибудь всплывающая подсказка, там, типа. Знаешь, это меня еще напомнило. Это когда в коде некоторые люди, когда, короче, пишут строку там и плюс-плюс, когда инкремент просто происходит какой-нибудь переменный. Они пишут здесь плюс один. Ну да, вот эти комментарии избыточные, да. Это, кстати, тоже говно. Потому что даже избыточные комментарии увеличивают кодовую базу. Ладно. Ну, это отлично. Не, мне нравится статья. Ты все закончил? Нет, еще не закончил. Ну-ка, давай. Еще плохо, когда всплывающая подсказка статическая. В том смысле, что вот, допустим, есть Windows Live Messenger. Откуда он его отрыл, не понимаю. У него здесь еще скриншот из Vista нахрен. Да, я вижу. Возможно, как-то он... У нас, кстати, на работе есть один из общих ноутбуков, который в конференц-зал таскает, что презентация показа, там Vista. Ты не замечал за ней бабича случайно? Нет, обычно у нас в кабинете сейчас стоит сверху на стеллажах, и я всегда на него поглядываю, чтобы никто не брал. Там, кстати, еще вирусы на нем лежат. Надо как-то все почистить, все руки не доходят. Я каждый раз после этого говорю, вы свои флешки проверьте сейчас. Возможно, бабич это вирус. Ладно, давай. Да, так вот, в общем, на всплывающей подсказке должно быть... Должно быть, внимание, актуальная информация. Если мы не залогинины, то всплывающие подсказки показывают не залогинины. Если залогинины, то показывают, что залогинины. Это, кстати, полезная информация. Да, если это... Вот я вспоминаю, как в Аське было, или в Кипе, я не готов ответить сейчас, в чем именно. В всплывающей подсказке писалось, сколько непрочитанных сообщений. Сама иконка мигала письмецом в конверте. Погоди, не рви. А когда наводишь, там было написано там For Unread Messages. Прикольно. Это хороший тон. Ну и последнее. Располагать нужно ее как-то по-человечески. То есть, когда наводишь на input, не надо ее прям поверх input располагать, как в первом скриншоте. Сделайте под input. Я не знаю, насколько как бы... Я понимаю, как это делать в вебе. Ну, там Position Absolute, все вот это такое. А как вот это в Windows Forms приложение делать на C-Sharp? Ой, тебе скажу. На C-Sharp еще. Помогите, кто на C-Sharp кодит. Помогите, Саня. Лучше не надо. Помогите, Саня, как в энциклопедии в детской. Короче, Николай нам, как обычно, свои выводы. Кон... Конклюжен? Я хотел сказать... Как Кляев. Я хотел сказать... Что-то я забыл сказать. Коронный, вот. Но он же любит Конклюжен всегда писать. Коронный, вот. Заикаться аж начал с вашими суровыми вебами. Привыкнуть все никак не могу. Он суроватся, надо материться просто. Так вот, всплывающие подсказки, говорит, они полезные. Нужно, говорит, дизайнить хорошие подсказки, которые заметные. Которые показывают прям важную, полезную. Статическую? Нет, не статическую, наверное. Динамическую. Подожди, я правильно понял? Что должно быть все-таки статическая информация. Походу. А-а-а, смотри-ка. Нихрена, а ну-ка. Он-то хотел, чтобы не было... От динамических вот этих. Сколько unread messages. Потому что люди, типа, не замечают, что там что-то изменилось. У них замыливается глаз. Вот дерьмо. А как жить? Давай слушай. А, стоп. Мессенджеры и прочее, это исключение, он сказал. Все, все. А смотри-ка. Я как-то... Я настолько вот прям думал, что наоборот. Потому что, когда наводишь на сеть, там же айпишник всплывает. Он же тоже, если сменится, путь другой всплывет. Я здесь не согласен с ним. Мы же наше мнение обычно говорим. Ну, слушай, да, да. Я согласен, что ты не согласен с тобой, что-то. Отлично. Еще West Coast Customs в нашу чатик. Ну, короче, да. Прям вот все круто, кроме вот этого. Тут Николай не прав. Статья-то крутая. Ну, да. Особенно то, что не надо делать подсказку «принт» на кнопку «принт». Да, конечно. Это прям вот вверх глупости. У нас, если можно было бы на Бабича навести, на нем он бы тултип возникал какой-то. Николай. Николай. Ладно, отличная вообще статья. Да. Идем дальше. У нас классический раздел-дизайн, в котором всего две статьи, и он длится 7 часов. Ну. Как Гэндаль в 10 часов. Как Гэндаль в 10 часов, да. Мы уже, кажется, в тот раз про этого Гэндальфа вспоминали. Ну, в общем, будущее веб-форм. Это уже не Николай Бабич? Нет, это некий Мэтт Уэст. Мне кажется, мы его видели. Я тоже. Мне тоже, кажется, видели. И там на такой хрени, как на Medium? Да, на Prototyper.io, на Medium платформе. На захостенной Medium платформе. Статья о том, что веб-форм это меняется, господа. Будущее веб-форм. Ну, как бы, как они меняются, поэтому их будущее меняется. И их будущее не предрешено. Как водится, да. И он предпочитает думать, что диалоговые интерфейсы делают собирание информации более человечным. Пока ничего не понятно. Мне, правда, и в конце статьи ничего не понятно. Пока, да. Пока начало такое, смутное. Но попробуем. Вообще, он здесь с истории начинает. Веб-формы. Это же, говорит, эволюция бумажных форм. Как на ЕГЭ. Ты должен в клеточке там заполнить всякие штуки и отдать. А если и не в клеточке, то просто у тебя договор. И в нем, как импуты, пустые строчки оставлены, где ты пишешь, что ты Гончаров Александр Николаевич. Далее заказчик. Не, Никита Тарасов Александрович. Далее исполнитель. Не, мне знаешь, что это еще напоминает? Так. Как в Америке называли, когда ты заполняешь, типа, как резюме на работу, аппликейшн называется. Ну, да. Вот это тоже мне вообще нравится. Ну, короче, да. Раньше это был paperwalk. Да. А теперь это webform work. Ну-ка, и что там? И walk, еще как прогулка. Ну, так вот. Весь смысл-то просто собирать информацию. И когда появились вебформы, стало удобнее, потому что ты мог как бы стереть что-то, ну, и заново напечатать. А в бумажке тебе приходилось заново чистовик распечатывать, черкаться нельзя, корректоры нельзя. Ну, как все... Все как обычно. Бланки поштучные, тебя штрафуют на это. Ну, в общем, да. Вы знаете. Мэтт Уэст говорит, что формы, они холодные, бесчеловечные. И поэтому все ответы тоже бесчеловечные. То есть, когда тебя просят номер, точнее, тип документа, предостоверяемого паспорт и номер, это бесчеловечно. И ты как бы холодно им просто держишь. Паспорт там, 7, 5, 10, туда-сюда. А зачем тогда его вообще тепло отвечать, паспорт? Да, конечно, я ерничаю. На самом деле, как бы, здесь сухая информация. Здесь, когда ты отмечаешь, болел ли ты вечом, там, куришь, не куришь. Повышенный у тебя жир или не повышенный. Тут, как бы, человечность-то и нахрен не нужна. Ну, а он предлагает все-таки человечность сделать все, наверное. Да, он предпочитает, что все, что нужно этим формам, это информация. Им насрать. It doesn't care. Ну, короче говоря, не хватает заботы Мэтту Уэсту, тепла человеческого. И он его ищет в формах. Ну, ладно, как бы, кроме шуток, он предпочитает думать, что технологии, они для того и сделаны, чтобы нас прям укутать. Опять же, как это? Укутать, как полицейские, в покрывало и какао дают в конце, чтобы успокоились. Кстати, Славян забыл фамилию, которая нам все время подсказывает, в каких-то фильмах было. Нас как-то раз спрашивали, пацаны, а в каких это вот фильмах было, что вот одеялком укрывают в конце полицейские? И, типа, мы не можем нагуглить. Я предпочитаю думать, что в каком-то крепком орешке было, по-моему, в первом, когда он по вентиляции лазил. По крайней мере, там были полицейские. Стоп Удога, это да, в конце. И там он то ли жену освобождал, а лето во втором было. У меня, как бы, давно это было. Я года полтора назад пересматривал, все четыре причем. Хотел уже на Blu-ray их купить, но как-то не сложилось. Может быть и к счастью. И суть в том, что, да, напиши, пожалуйста, в каких фильмах это было. Все фильмы. Я знаю, ты знаешь. Если хоть один пропустишь, то забаним тебя. Так вот. Понял, да, какие у нас предложения? Суровый веб. Суровый веб, да. Если не напиши, мы тебя найдем. Так вот. И, говорит, мы-то сейчас во времена пришли, когда уже речь, speech recognition работает. Так. Natural language processing. Ой, ну что-то ты пошел уже. И artificial intelligence даже. Искусственный интеллект, короче говоря. О распознавании речи. Уже, говорит, столько крутых технологий. Что можно же просто пользователя спрашивать. Прям вот в неформальной беседе. Слушай, братан, как дела? Да нормально. А какой у тебя паспорт, кстати? Ты паспорт нам будешь предъявлять? Да, паспорт? А номер и серию не скажешь? Ну так, вдруг, как бы, если хочешь. Не хочешь, но не говори. Ты, кстати, тогда вот форму нас заполнили. Бесчеловечный. Пошел нахрен. Ну подожди, стой, 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 стой. Давай, давай сейчас немножко притормозим. Так. И такая ситуация. А не выглядит ли это, не будет ли это выглядеть наигранно, так скажем? Когда тебя бот или как бы ты будешь думать, что сотрудник спрашивает, но каждый раз он спрашивает примерно одинаково, в одном стиле и... К сожалению, будет. И все примеры, которые он здесь приводит, как крутые примеры, они подтверждают то, что это будет полный десвидос. Ну давай, окей, рассмотрим примеры. Есть некий бот для мессенджера в фейсбуке. Это просто разговорный бот, как Siri. Ну, короче говоря, он здесь просто... Вот есть в фейсбуке чат бот Пончи, с ним можно просто базарить. Это же, говорит, прикольно. То есть чуваку не хватает общения. Мэтт Уэст, задумайся. Дерьмо, какое-то так, ладно. Дружбан, что-то не так. Так вот, и мы же, говорит, видим, что... Это нужно людям. Siri, Alexa, другие чат боты. Мы же, говорит, в правильном направлении движемся. Сомнительно. Ой, сомнительно. Ой. Ну, короче говоря, в этом, говорит, есть потенциал. И смотрите, есть сервис страховки Jack, называется. Кладывается with Jack.co.uk quote. Опять же, раз co.uk. Ну так. И вот, видишь, здесь чувак спрашивает. Hey, I'm Jack. Let's get your professional indemnity quote. You know my name, what's yours? Как меня, говорит, зовут? И вот, видишь, hijack, nice to meet you. I'm. И тебя надо заполнить, как бы, импутик, но внутри диалогика. Это выглядит, как, во-первых, обучение английскому языку. Да и как просто обучение. Да. А во-вторых, знаешь, как это выглядит? Как эти вот подкачки, которые... Не подкачки. Я консультант Павел. Здравствуйте. Да, да. И ты обычно ему пишешь, иди нахрен. Знаешь, что, как это выглядит? Как начало фоллаута. Я, ты уже у тебя амнезия. Может быть, ты помнишь, как тебя зовут? Да, да, да. Хоп, у тебя импут. Да, меня зовут веб-саня. А, а может быть, ты помнишь, какие у тебя были характеристики до того, как я контузиваю. Сила 10, короче, там, хотя нет, сила-то 3. Интеллект 10, да? Харизма 10. Ну, короче, вот мне это сильно напомню. Прямо у тебя, хоп, сразу всплывающее окно, вот это вот с движка до Элдерскролловского. И все, и сразу хочется в стелс уйти и воровать начать. Вас не видят. Так вот. И, несмотря на то, что, говорит, ответы, они, в принципе, довольно в рамках нас держат, потому что фулл-нейм тебя сразу спрашивают, но нас это развлекает. Все прям вот more enjoyable and friendly. Хрен его знает, честно, вот. У меня сомнения? У меня тоже. Я вот уже, если вот мне надо где-то зарегистрироваться, я хочу, чтобы это вот... Никакого вот этого хая. Минимум, минимум взаимодействия. Я вот прям зажмусь, как уколчик, как комарик укусил, запорню... Запорню. Вот это вот. Заполню форму. Заполню форму. Да. И все, я как бы без каких-либо продолжений. Без прелюдий и без после ласк. Не, ну это было бы страшно, если бы ты на PayPal так регистрируешься. Тебе вот на, типа, в шутливой форме нужно все свое вести. Ну вот так. Кстати, а какая у тебя кредитка? Да, это как-то... Сегодня отличная погода. Какая у тебя кредитка? Какой у тебя код безопасности на обратной стороне? Ну, короче, здесь есть, кроме этого, вот Адриан Зумбрунен. На Азумбрунен Ми. У него весь сайт сделан в форме диалога. Не, ну это прикольно. Согласен. Ну это просто прикольно. Чувак, как бы сказать, сделал это и повыпендривался, и почему бы и нет. И вот он нам прям пишет. Эй, привет, вы, походу, из Твиттера ко мне? Ну это он, видимо, по ссылке ловит как-то. По get the pros. Да-да-да-да-да, то есть он как-то ловит. И там прям дальше это. Давай-ка, напиши мне, сразу тебя на страницу контакт отправляет. Прикольно. И вот Мэтт Уэст, он за это уцепился двумя ручками. И думает, что сейчас все должно быть так. Ну окей, я просто даже дальше вижу знакомые какие-то скриншоты знакомых компаний. Да. Обучай, обучай, обучайся, будет. И он пишет, что в принципе, говорит, все круто, но как-то вот что-то не хватает. Я догадываюсь, чего ему не хватает, но это как бы вот не здесь, да, не в этих формах должно быть. Надо, говорит, чтобы natural language был. Чтобы не вот поля высвечивать, а прям чтобы вот из твоего текста, из твоей неформальной беседы это все вычленялось. И давайте, говорит, поэкспериментируем. Походу, Мэтт Уэст из Treehouse. Потому что, а, или... Слушай, возможно, кстати. Я не знаю. Я не знаю, мам. Ну слушай, да, похоже на это, но тем не менее. Просто он прям пишет, давайте, говорит, поэкспериментируем. Как будто он сам на Treehouse взял это, написал. Ну, в смысле, программирую ему написал. Я просто напомню, что Treehouse это такой полухипстерский сайт для обучения программирования. К сожалению, уже не очень хипстерский, после того, как там .NET'у начали учить. Ну, в России хипстерский. Ну, в России все хипстерское. Ну, да. Но Lindacom меньше хипстерское. Ты хочешь сказать, Lindacom в России больше любят и ценят, чем... Она везде на торрентах раздается. Ну, согласен, да. Ее просто, она как бы... Так там и... Ну, это уже Enterprise полный. Это уже индустрия. Да, да. И там все... Там не так душевно, кстати. Ну, так. Там хотя бы... Там еще почти всем преподавателям уже глубоко за 100. Да. Ты же толстый дядьки в очках, которые уже 30 лет, 40, 50 лет назад институт заканчивали. Да, на Treehouse что не препод, то гей. К сожалению. Поэтому, ну... Ну, норма. Ничего личного. В общем, да. И здесь, видишь... Hello, Matt. Welcome to Treehouse. Hey, I'd like to sign up for an account. Я, говорит, хотел бы зарегаться. Да без базара. Че, давай, говорит. Все настроим для вас. Все, окей. Какой? Какой у тебя Google Mail адрес? Он такой, давай-ка мой рабочий. Вот там Matt West, собака, коль... Только я сейчас прям присмотрюсь. Кожий лябс. Кожий лапс. Кожаные лаборатории у него. Хорошо. Кожаные, возможно. Венерологические. Ладно. No problem. I've created an account for you. Аккаунт. Короче, все. Прямо он, хоп, у него почта вычленилась с чатика. Все, говорит, создал аккаунт. У тебя, говорит, 7 дней, если что. А после этого 25 баксов с тебя снимем в месяц. Капишь? Он устраивает все. Он такой... Ага. И говорит, какую карточку использовать? И этот прям говорит, мою рабочую зарплатную берите. Откуда он знает? Не знаю. Может быть, броузер знает. Может быть... Ну, он фантазирует. Я так понимаю, это не реальный кейс. Ну, допустим. А, фантазия его все-таки имбурная. Он такой, о, круто. Да, но вам это надо авторизовать. Нажмите хоум баттон на айфоне. Все круто. Все готово. Он как бы жмет там хоум баттон у себя за кадром. Ух ты. Бездушный хоум баттон. Да, да. Я, кстати, смотрел, что... Ты смотрел JavaScript курсы? Вы... Ты именно это хотел учить? Блин, да. Мне ноды нравятся. Все. Это, короче, я тебя записал на нодовые курсы. Я тебе в очередь их поставил. Иди, давай. Можно чем еще помочь? Нет. Все, тогда давай смотри Node.js. ББ. То есть тут прям... Вот в рамках такого обычного диалога... А информация вся нужная берется, собирается и... Ну, слушай, это для миллениалов уже. Я вот, наоборот, люблю выбирать. Рычажки сжать, вот выбирать там что-то... Чтобы каталог тебе всего показать. Всех показать. Всех посмотреть. Потому что здесь ты всех не посмотришь по факту. Тебя уведет и уведет, и все. И ты даже не узнаешь, что кроме ноды есть много интересных вещей на Treehouse. Да. Да. То есть, опять же, C-Sharp. И... Да. И Sass. Да. Вообще, говорит, у нас мы дикий прогресс сделали. Кто? Ну, кто? Мы человечество Humanity. А, окей. Мэтт Уэст нам говорит. И поэтому много, говорит, конечно, еще надо сделать. Но вот оно, будущее всего лишь за углом. Нам нужно, говорит, всего лишь быть достаточно смелыми, чтобы сделать. Что творит, а? Как ему не хватает чат-ботов? Я вот не понимаю вообще, что за проблема у человека. Пишите в комментариях, вы что считаете. Ну, вот мы свое мнение уже почти высказали. Я сейчас повторюсь, что... Я люблю традиционные формы. Мне прям нравится вот эта упорядоченность. Меня вот... Я прям вот задротный чувак в этом отношении. Я вот сквозь все это пробьюсь, все эти тесты. Пройдите за 10 минут вот эти викторины. Я каждый раз прохожу. Каждый раз прям комментарий дописываю. Вот все нормально. Только вот это мне не хватило. Того, сего. Я прям... Мне нравится вот это бездушное собирание информации. Типа логизированное. А вот этот вот расхлябанный диалог. А вдруг там как-нибудь не завалидируется что-нибудь? Вдруг там что-нибудь не сработает? Это насколько неотказоустойчивое говно. Потом тебя в выходные дергать было. Там что-нибудь на работе сломалось. Слушай, у нас там, говорит, почта не поймалась. Там чувак хакнул, написал там suckmydick.com. И все. И у нас хоп за регу. И нам пришлось suckmydick. Вот да. Ты что думаешь? А я думаю, что... Тут я, во-первых, согласен по матеше с прошлым оратором. А во-вторых, короче, мне это все кажется слишком наигранно, короче. Слишком театрально. Мне такое не нравится. То есть, реально, когда к тебе... Я просто знаю, что эти диалоги пишет компьютер, бот. Смысл мне вообще общаться с ним как-либо. И вот это вот на полном серьезе читать его greetings и все остальное. Ну, как-то это все слишком... Это вроде бы геймификация. С одной стороны, мне должно нравиться, но... И настолько прозрачно, настолько я вижу здесь Excel. Ну да, наша вот эта метафора, прям, она вообще не видна. Да, что прям... Ну, возможно, ты просто не миллениал. И не настолько эгоистично зациклен на себя. Им, возможно, даже когда бот с ними разговаривает, они уже кайфуют. Уже классно. Прям именно кайфуют. Напишите, в общем, в комментариях, кайфуете вы или нет. Да, нам надо как-то в разработку переходить. Ну, рано еще для перерыва, прям рано. Конечно, рано. Потому что у нас сразу смарт-тейп. Без перерыва. Без выходных. Прямо на сухую смарт-тейп. У нас, кстати говоря, смарт-тейп... Вот сейчас блок смарт-тейп, он как бы хвалебный. Мы достали сейчас трубы, дифирамбы поем. Вот. Мы, короче, сейчас просто, я не знаю, кидаем просто... Лепестки, рис, как на свадьбе. Да, и лифчики, конечно же, свои в смарт-тейп. Потому что смарт-тейп.ру или uvbizign.ru slash smart-тейп. Если вы хотите зарегаться по нашей реферальной ссылке и поддержать нас. Попробуйте. Это безлимитный хостинг, отличный. Мы уже сколько раз здесь повторяли, но если вы вдруг первый раз, то... А лучше сразу VPS-ку пробуйте. Прямо для продвинутых. Вы же продвинутые пользователи, раз слушайте суровый веб. Да. Ты сейчас прямо у тебя шестереночки там, суровый... Я прям, да, сложно еще пока перестраиваться, но я победю это, я смогу. Да, в общем, суровый смарт-тейп. Да, uvbizign.ru slash smart-тейп. Пожалуйста, прям вот хочется вас видеть по этому адресу. Прямо вот в Яндекс.Метрику зайти, каждому из вас я в глаза взгляну, кто сюда перешел. Согласен. Еще раз, это хостинг и безлимитный, и... Да, и всякий. И лимитный. Прямо любой хостинг лучший в мире, русский, работает с 282-м федеральным законом. Все находится в пределах Российской Федерации. Мур-мур-мур. Рейтинг 16+. А мы переходим к разработчике. Хотя тут тоже была разработчика, по сути, про смарт-тейп. Я просто не забыл передвинуть твои темы. Не, я вижу их, шарить в программировании недостаточно. Я их в браузере забыл передвинуть, но уже передвинул. Давай. Тема так звучит. Когда шарить один лишь язык программирования недостаточно? Мне не нравится вот этот оборот, шарить один лишь язык. Я думал, шарить в чем-то, шарить в одном языке, программирование недостаточно. Но я на скорую руку писал пояснялки. Это даже не ты. А, тут в зонатуре, это же тут заголовок. Это жук пишет. Да, на этом замечательном ресурсе так и изъясняются. И, собственно, на этом замечательном, опять же, ресурсе статья. Вы наверняка видите, что это за ресурс. Кто не видит, зайдите, посмотрите. Здесь, короче, это, как бы, статья, это, в общем, один большой вопрос такой. И это философский вопрос. Вопрос в никуда. Вопрос, как бы, к аудитории и, как бы, никому. Потому что здесь о чем сказано? Что, вот, говорит, в свете того, что в JavaScript выбирают такие выдающиеся перцы, как президент Обама и ниггер-бомж Лео. Я читнул, короче, читнул, поржал, что там. Да, ты мне рассказал, ниггер-бомж Лео, это прям мем такой. Да, то есть это, видимо, оба мема. Про то, что президент Обама там что-то пытался учить программировать. Ну, про это-то мы с тобой даже здесь, в суровом вебе, в старых выпусках, в старых выпусках обсуждали, что там практически у них какая-то программа была правительственная, что надо кодить, и кодить это круто. И там Обама прям Hello World какой-то писал, и он как раз на JavaScript это делал. Это смешно. Ну, а ниггер-бомж Лео, это про то, что чувак учил, короче, бомжа одного программировать, чтобы тот деньги зарабатывал, а не бомжевал. И у него, короче, ничего не удалось. В итоге все равно чувак не очень-то стал программистом. Чувак написал приложение, но даже дебютировал в Google Play, даже что-то там срубило какие-то бабки, но почему-то он от этого менее бомжом не стал. Да. Ну и вот, тем не менее, просто один JavaScript знать хрен его знает. То есть сейчас вроде бы JavaScript в тренде, да? Но и возьми любой другой язык, допустим, Java, Python и так далее. И каждый джуниор, допустим, знает. Он сейчас вот выучит, короче, один язычок. If и Else все выучит, и все будет, циклы поймет, например. Поймет вот стандартные вот операторы там условные, ну вот это все. И как бы заживет, и уже программером знает, уже элита будет. Элит. Да, но когда он начинает устраиваться на работу, например, искать какое-то место себе в жизни, он смотрит, а там, хм, кроме JavaScript'а нужно еще знать Backbone.js, Ember.js, Meteor.js, Tree.js, например. И он приходит устраиваться, такой, думаю, да ладно, это как прокатит, я же JavaScript'а знаю, я же EFL'с это пишу. А ему HR, такая тетенька, которая вообще не понимает, вообще, вообще. Вы программист, да? Я, как обычно, скажу для наших дней хипстеров, слушателей, HR это отдел кадров. Да, то есть вот тетенька из отдела кадров, возможно, ей уже за 40, как она сидит и говорит, так, а вы Ember.js знаете? Вы че их будете? Че их будете? Она перед этим спрашивает. А ты случайно, честно, говоришь, что не, я Ember.js сейчас не доучил, но как бы я JavaScript знаю, да, но Ember.js это, в принципе, библиотека, JavaScript библиотека, которая как бы... Да, я как бы понимаю, что такое веб-фреймворки, я работал в рамках других, но вот... И вот эта тетенька HR, она говорит, а, ну вы, то есть, Ember.js сейчас не знаете, отмечает это у себя, а потом какой-нибудь следующий чувак приходит, зная Ember.js или не зная и врет, например. Да, кстати, такое тоже случается. Да, и она у себя отмечает, что он-то знает, ну и берется, соответственно, его, допустим, хотя бы еще на прохождение следующего собеседования. Я думал, на прохождение видеоигры. Возможно. И тут вы начинаете задумываться. То есть, вроде, блин, знаю JavaScript, а получается, работать не могу нихрена, потому что нужно кучу всего знать, а также Java, допустим. В Java там тоже куча всего своего, что нужно знать. То есть, тебе нужно знать, кроме самого языка, еще там десятки инструментов, которые выходят и выходят, и все новые и новые. И тут вот есть, короче, несколько цитат с Reddit переведенных, и там чуваки просто жалуются грустненько, что, типа, вот пытаюсь, типа, учить веб-технологии, бла-бла-бла, чтобы пропихнуть свой зад на рынок, как тут написано. Но, говорит, вот никак не получается, потому что я, говорит, только начинаю какую-нибудь хрень делать, уже, короче, уже начинаю, допустим, с помощью какого-нибудь туториала делать хрень. И оказывается, что в этом туториале это упоминается, это, другое, третье, и ты уже не понимаешь, что происходит, и какие библиотеки надо, а надо ли эту в этом случае использовать или не надо, и вот хрен его знает. И тут несколько таких писем. Можете почитать, здесь очень красноречиво они переведены, даже где-то с матерком. Хочется, конечно, что-нибудь читнуть. Ну, давай, допустим, давай коммент с хабра, вряд ли там будет эксплисит. Я прочту прям, что ты, у тебя язык отдохнул, язык. Язык программирования мой. Первая проблема в том, что работая в своем органичном стеке в течение двух лет, вы выходите на рынок устаревшим, потому что всем нужно уже впишите имя фреймворк. Смотри, в диалоге заставляют вписать, прям как в нашей предыдущей теме. Вторая проблема в том, что, стремясь к упрощению, мы идем в непонимание того, как это работает. И чем дальше, тем этого непонимания больше. Что самое неприятное, что даже потратив время и силы на то, чтобы разобраться, как же работает тот или иной супер фреймворк, ты не получаешь ничего, так как завтра он опять же уже никому не нужен. Ну вот так, да, немножко грустненькие такие здесь письма. А я сейчас вот конклюжен, как у Ника Бабича прочитаю. И все-таки. Ну-ка. Фреймворки это узовины в помощь или в тягость? Их создают по реальной нужде или по тяге почесать ЧСВ? Нет ли взаимосвязи между ростом количества вы-игровщиков и количеством фреймворков? Ведь сейчас каждый пес мечтает блеснуть на гитхабе своей подделкой, пусть это бесполезный кусок хлама. Вот такая, я же говорю, открытая тема будет. Ну, во-первых, открытая, во-вторых, что-то из моих тем какая-то, она будет логическим продолжением. Я даже не ожидал, что так получится. Ну вот так получилось. И самое главное, знаешь, мне это напоминает какой-то такой фильм, когда главные герои и не умирают, и не все хорошо. Ну, слушай. Ты согласен со мной? Я не знаю просто таких фильмов. Обычно или одно, или другое. Ну вот тут ни то, ни другое. Вот такое вот хипстерское кино. Ну давай тогда, у нас следующая тема. Еще более хипстерская, да. С этого же замечательного ресурса. Здесь немножко про IT-специалистов поговорим. И тема называется «А оно тебе надо?». Вопросительная, интонация вверх. «А оно тебе надо?» Вот. Так. У нас это называлось как громкая тема «Айти, а оно тебе надо?». И, короче говоря, здесь, видимо, это какой-то крутой чувак с этого ресурса, который пишет. Жук. Опять же, это тот же автор. А, там везде и там, и там. Просто здесь он именно представляется, что он катсап москальский. Ну, понятно. Хорошо. Ну, в общем, короче, этот чувак пишет занимательную статью, так скажем, про то, что, вот, говорит, типа, IT. То есть, он, видимо, пишет это для таких чуваков, которые еще не до конца вошли. Еще вот просто не заскорузлые айтишники, так скажем. Еще вот. Возможно, какие-нибудь дизайнеры, хотя, наверное, дизайнеров можно уже айтишниками назвать. Просто я пытаюсь понять, как не айтишник на этот сайт зайдет. Не, ну, типа, ты джуниор, то есть, ты еще не такой пораженный чувак. А до этого ты чем занимался? Просто молодой был? Малой. Может, ты просто молодой, хрен его знает. Или ты до этого сварщиком был шестого разряда? И, а тут решил, блин, айти. И сразу задаешь себе вопрос, а оно мне надо? Да. И сразу как-то попал на этот ресурс? Ну, ладно. Ну, а вообще, хорошая, кстати, развязка. Если ты сразу попадешь на этот ресурс, когда оно тебе надо, точно не захочешь быть айтишником. Хорошая развязка, это теперь у нас на Комсомольском Свердловском. Ладно, не важно. И, короче, говорит, вот, говорит, привет, детишки. Говорит, которые начитались всяких тостеров всякого, там, Хабра Дрочера, как здесь написано. Ну, вот такие чуваки, которые любят почитать всякие айти-ресурсы. И вот те люди, которые начали изучать язык программирования, возможно, тоже уже себя возомнили какой-то, знаешь, элитной частью общества. Что они такие, типа, умные чуваки, программисты. Что они, как бы, такие прям, прям классные. Прям программисты, я бы даже сказал. Я, говорит, сейчас, говорит, скажу, почему это ни хрена не круто. Почему, говорит, айти вообще, оно надо тебе. И вообще, ты уверен, что ты хочешь продолжать. И, говорит, вот, говорит, все айтишники, говорит, они дураки, я буду так это называть. Ну, да, наши зрители видят оригинальную лексику в статье, слушатели, просто перейдите по ссылке, там, с матами. Мы не хотим нарушать клиновость нашего подкаста «Суровый веб», хотя он, как бы, суровый. Но пока мы, вот, не перешли в раздел «Эксплисит». Эксплисит не перешли, да. Тем не менее, вот, все айтишники, они странные придурки, я бы так это сказал. Вот, короче, они вообще странные, чуваки, потому что, говорит, мои наблюдения. Вот, говорит, работаю я в коллективе со всеми айтишниками, как, скорее всего, многие наши слушатели. Говорит, люди от 30 лет и выше. И, говорит, вот я смотрю на них, и это, говорит, недоповзрослевшее дитя, каждый из них. Какие-то что-то они кидают в чатики картинки с кошечками, веселые картинки. Такие 35-летние детины здоровые. Говорит, что-то ржут там, непонятно, что. Всю жизнь проводят за монитором. То есть, и все их, короче, пребывание, это просто восьмичасовое, то есть, вот, рабочий день восьмичасовой за монитором. И, говорит, скорее всего, полное ожирение. Лайк, если узнал себя. Да, скорее всего, хреново будете выглядеть, просто все болит, ничего не помогает, спина болит, короче, все говно. Вы, говорит, хотите сказать спорт? А, кстати, просто, или я забегаю вперед, или нет, он говорит, Типа, вы что, говорит, думаете, будете спортом успевать заниматься, если вы по восемь часов в день будете впахивать, потом еще час там домой, час на работу? Говорит, не, кого, диван, говорит, вот после того, как вы, говорит, посидите за компом, потом на диванчике душевненько. Вот. И как-то это, говорит, уже как минимум очень странно выглядит. Далее. Да, про сидение за монитором, вот это про сидение за монитором, собственно. Хотите к 30 заработать им потенцию, обрасти жиром, чувствовать, что ваши мышцы затекли, что организм атрофируется? Welcome to IT! Прям вот хочется в стиле, как же оно называется-то, я опять забыл, поп-арт, по биошоку вот нарисовать красочные постеры. И там же в биошоке тоже у них, из-за того, что немножечко измененная реальность, у них там сплайсеры уже, все гены себе вкалывают. И они уже видоизменяются просто в мутантов сраных. Вот тут тоже. Хочешь обрасти жиром, заработать им потенцию, welcome to IT! Все такое красивое, красочное. Да-да-да, все жирные такие. Да-да, все жирные, у всех висяк. Я не знаю, как висяк изобразить у неголых людей. Не, ну там везде кругом голые бабы ходят, и у этих чуваков все равно. А, да, и у них все равно ничего, ну да, неплохо. Вот, и короче, то есть, вот как, то есть спортом опять же не успеть заняться. О зарплатах. То есть все думают, что зарплаты охрененные. Как обычно. Но, говорит, во-первых, никакие деньги тебе не восстановят твоего здоровья, скорее всего. Наращивая сало и геморрой, как здесь написано. Во-вторых, вы живете уже лет так 25 при капитализме. Посмотрите вокруг, люди барыжат чем угодно, начиная с автомобилей и кончая фалоимитаторами. Не лучше ли смотреть в сторону своего дела, чем подписываться на 8-часовое рабство? О самой работе. Вы, говорит, знаете, что такое промышленное программирование? Вот, говорит, обычное программирование, вот классическое, когда, вот знаешь, реально, вот все идет по конвейеру, все делают, какие-то непонятные программы. Это всегда просто кусок говнокода один большой. Вот просто 100 тонн говнокода, как здесь написано. Десятилетней давности. И вам, говорит, чтобы что-то делать, надо рыться в этом говнокоде, что-то изменять в нем. И, говорит, там непонятно вообще, будет ли это приносить хоть какое-то удовольствие. Хороший код написан, это, скорее всего, open source. Но это только для тех, чтобы, для тех айтишничков, которые тешат свое ЧСВ. Вот, а настоящий вот этот заработок, продакшен, вот тот самый, это вот тот самый говнокод. Ну, я не знаю, я у нас в бизнес, фу, в бизнес, шо я несу. В суровом вебе я рассказывал или нет, про наши на работе... В бизнес вебе. Про наши на работе DOS-задачи, которые еще на клипе были написаны, на таком DOS-овском языке. И там в натуре, там прямо это в 98-м году было. И до сих пор все еще это поддерживается, как-то ворочается, даже по сети немножечко работает. На сетевые принтеры печатает. Живет своей жизнью. Да, да. И прям вот ничего там, никакого вылизанного кода. Open source. Никаких там паттернов, синглтонов. Хрен вам они синглтон там. Он просто здоровый такой прям. Дальше он пишет, что он столкнулся с бизнес-требованиями. Как обычно, вот люди бизнеса любят делать, то есть написать ТЗ. А люди бизнеса, они, конечно же, ничего абсолютно не понимают. Даже если они хоть чуть-чуть понимают, то глубже копнуть ваши все тех процессы, которые происходят вот в вашем программировании, да, в вашем коде. Они абсолютно не понимают, что происходит. А им нужно написать свою задачу, поставить бизнес-задачу. Потому что, да, чем глубже копнете, тем сильнее копнете в этот момент. Да. А в бизнесе там тоже все не так просто, на самом деле. Вот все вот эти их бизнес-процессы, которые расписываются тоже там формулами и всяким говном. А представляешь, если совместить вот этот вот тот самый столетний говнокод и вот этот вот новый бизнес-процесс, который придуман и выдуман. Да, бизнес-процессы тоже очень редко новые. Вот почему здесь конкретно, я опять же отбегу в сторону на секунду. У нас вот этот говнокод. Потому что постоянно надо сдавать отчеты в ФОМС, да, в федеральное медицинское страхование. Так. Они выделяют бабки там за конкретные талоны и так далее, но у них требования периодически меняются. И надо менять форму того, как этот отчет сдается. И они их меняют настолько, так скажем, непостоянно. Короче, они могут поменять и через месяц опять поменять. Ты никогда не знаешь. И каждый раз вылизывать код попросту глупо, потому что ты его все равно потом будешь переделывать. Причем не то, что переделывает, ты сменишь где-то коэффициент какой-то. Ты прям все будешь переделывать, потому что логики не прослеживается просто никакой. И это я не говорю еще о таких каких-нибудь именно внутренних штуках, типа там профосмотров. Когда-то непосредственно поликлиника с какими-нибудь заводами заключает контракт. И там тоже есть какие-то регулирующие документы с точки зрения государства, как надо это проводить. Но дальше уже полная вакханалия. И не дай бог уйдет заведующий там этим профосмотром, в смысле уволится. Новый придет, и он по-новому совсем захочет эти отчеты сдавать, потому что это никак не стандартизировано. И вот это просто... Ты добавил еще в эту статью Ада, на самом деле, если честно. Я просто не знаю, напишите в комментариях, если не нужны реальные примеры. Но я думаю, что они прям... Ты представляешь, что у нас в комментариях сейчас чуваки со смузи и с макбуками сидят на побережье... Не знаю, чего Гонконга хотел сказать. Вот. И они сейчас такие... Че-че-че, у нас же open source, мужики. Ну вот, я просто продолжаю. Здесь последний такой абзацик. Круговорот фреймворков. И потом я еще... Вывод, просто его конклюзион, это тоже надо зачитать, потому что это гениально. Говорит. Круговорот фреймворков. Куча хипстеров-айтишников разрабатывает тысячи фреймворков и библиотек. А другие, говорит, пытаются их внедрить в проекты. Маниакально. Это важно. Маниакально, да. Говорит. А вот как ты вот будешь... Вам... Как ты будешь вообще работать, не зная новые фреймворки? Вот как ты? Не внедряя новые. Это же обязательно надо все знать. Это же надо вот... А если не знаешь, то и считай, работу не найдешь. Это как бы тоже уже такое. Вот. И последний вот этот конклюзион. А вот если бы ты, как твой друг Петя, был бы слесарем сантехника, то при желании ты бы мог бы работать сам на себя. И при этом тебе бы не потребовалось сидеть до 8 часов за монитором. Я помню, как я заказал установку батареи себе домой у мужиков, которые сами на себя работают. За часа два они срезали старые советские батареи в трехкомнатной квартире и поставили новые. Сделали быстро и качественно и свалили трахать своих телок. Получив деньги, которые ты, айтишничек, никогда не получишь за два часа своей работы. Они выполнили заказ и свалили. А ты как сидел сидим, так и будешь сидеть сраный раб. Отлично. Так что, дорогой друг, перечитай еще раз эту статью и подумай, а оно тебе надо? Ну, как-то мы, слушай, сурового вебота нагнали сегодня. Прислал Кацап Маскальский. Маскальский. Короче говоря, жук-то просто опубликовал. Ну, понятно. А это, видимо, из... Из неизданного, из прислана. Из недоров. Да. Ну, слушай, теперь, мне кажется, надо на подъем, на серьезное PHP переходить. Вот это прям реально. Вот мы как бы немножко, так скажем, негативного, негативную точку зрения дали. А сейчас это будет про то, что... Как воспринимать PHP серьезно? Ну, опять же, негативное. Ладно. На блоге компании Slack. Серьезной компании, которые сделали серьезный мессенджер. Который прям у них, да. Team Message Messenger. В котором можно там... Команда. Мессенджер. Ну, да. Короче говоря, у них на PHP, как выяснилось, все написано. Охренеть, что, реально? Ну, конечно. Вот это, кстати, бомба. Ну, так... Поэтому это одна из громких тем. Вот это хренатень написано на PHP, серьезно? Ну, нет. Это хренатень-то Medium. Он на чем-то непонятно. А Slack сам... Не, я понимаю. Slack охренет на PHP. Прикольно. Ну, стоп. Википедия и Facebook. Я тебе классические примеры вот сейчас буду приводить. А, собственно, не только я. Сейчас вот Keith Adams, который написал эту статью... Я даже не про это. Я про то, что там-то пацаны сидят Ember.js хренаненджер. Ну, вот нет. Вот в том-то и дело, что нет. Я что тебе сделаю это? Ну, давай. Ржем. Понимаешь, они Ember.js для подгрузки сервера и показа. Но, ну, не Ember, а ну, что-то там. Я не знаю, что. Напишите в комментариях, если вы знаете, что у Slack на фронт-энде. Но на бэк-энде, здесь с этого начинается вся статья, Slack использует PHP. Окей. И, говорит, в принципе, это не очень-то такой выбор в наши дни обычный. Необычный, даже сказали. И почему вот мы решили новый проект прямо на нем делать? Не то, что они его там 15 лет уже разрабатывали, это Legacy. Нет, они прямо вот... Это говнокод. Да, это та самая, да. Хрен, это 100 тонн говнокода. Нет, это был их осознанный выбор. И, в принципе, большинство программистов, которые вот так вот чисто походя и походя использовали PHP. Они знают просто только, что это плохой язык. И что вот если бы им разрешили выбрать, они бы его никогда не использовали. Правда, они знают и обратное, что несколько очень экстраординарно успешных проектов в истории написано на PHP. Ну и как обычно, Facebook, Wikipedia, WordPress, Baidu. И вот, например, Slack. Неужели они все стали успешными вот вопреки PHP? Неужели было бы... Неужели не было бы круче написать их на Ruby, Erlang'е или Haskell'е? Или на Babel'е? Babel. Да. Кстати, про Babel тоже чуть-чуть будет там одной из тем. Неважно. Следующий, кстати. Ну так вот, говорит, может и нет. Потому что, да, у PHP, как языка, есть много, так скажем, брешей. И да, не так все круто из-за этого. Но есть и плюсы. Которые на самом деле компенсируют эти бреши. Virtus в данном случае, по-моему, это чуть не... Ну-ка, хочу знать. Минутка английского на суровом вебе. You need one lesson to, опять же. Добродетель. Нихренась. Ну, я примерно это и сказал. Это уже толки на такие слова. Да, кстати. Есть и добродетели, которые эти бреши заделывают. Особенно... Есть много вариантов, эти бреши на уровне языка заделывают. Короче, ладно, все, двигаемся. Бэкграунд. Все знают, что PHP родился как веб-сервер изначально. И он был для HTML просто веб-сервером. Раньше расшифровалось как Personal Homepage. Так. И в 95-м году вышел, бла-бла-бла, всего лишь как, так скажем, штука, которая возвращает динамически HTML. На данный момент, в 2016-м, довольно-таки наполненный, богатый язык из семейства Mixed Paradigmen Developer Productivity Language, в который входит в JavaScript, Python, Ruby и Lua. Понял, да? Все языки, которые мы знаем, и Lua. Отлично. Ну, короче, интерпретируемый язык. И если вы вообще когда-либо в последний раз пробовали PHP там в свои odds, ну, короче говоря, давно, то, в принципе, вы даже и удивитесь, что сейчас там есть замыкания, генераторы и прочие всякие фишки, типа namespace. Так вот, добродетели PHP. И сейчас прям зубодробительно пойдет. Я наука. Я перечитывал дважды, чтобы понять, возможно, и не понял. Так. Первое, это состояние. Самое прикольное в PHP, что каждый раз, когда он стартует, он полностью пустой. Ничего в него не загружено. Если ты просто пустой PHP-файл выведешь, в котором ты что-нибудь эхнешь, простите, или просто инкремент сделаешь. Или пукнешь. И плюс-плюс, да. То в PHP больше ничего не загрузится. Никаких стандартных библиотек, нихрена. Он только проинтерпретирует то, что есть и все. И несмотря на то, что есть определенная, так скажем, слабость, что каждый раз надо там все переопределять, все подгружать, есть и прям супер плюс. Это очень быстро. Ничего лишнего. И второе, concurrency. Сейчас я вспомню, как переводится. Хотя я понимаю смысл, но я прям хочу... Совпадение. Дерьмовое. Дерьмовый перевод. Согласованность мне вот больше нравится. Короче говоря, каждый веб-реквест, веб-запрос, новые instance PHP подгружают, новый поток. То есть, если я на VPS-ку, например, захожу, я вижу, что всегда там от 8 до 10 потоков PHP-шных запущены, которые параллельно это все считают. Это вот несколько запросов. Ну и там, опять же, на уровне настроек можно менять максимальное количество этих потоков, там, отгружать им ресурсы и так далее. Это уже вопросы администрирования. Так. Но, говорит, в принципе, тупо же, да, что всего лишь один запрос, и целый один поток на это. И нельзя никак ничего распараллеливать, что один поток несколько сразу запросов будет обрабатывать. Вроде как бы хреново. И понятно, что можно асинхронно что-то добавлять, и каждый из этих асинхронных запросов тоже будет по потоку отжирать. Но зато, на самом деле, это более безопасно. Потому что, ну как бы, если ошибка будет, то только этот поток за... ошибется, отвалится, и хрен бы с ним. А последующие будут дальше работать также по одному. Но это вопрос, скорее, просто разница там синхронного асинхронного программирования. Ну и не только. Тут просто однопоточность и многопоточность. Потому что здесь даже асинхронные вызовы, они все равно по потоку будут распределять. В общем, считается, что это более буллетпруфно. Потому что и можно копировать, вставлять что-то. Как бы это ни звучало. Параллельно запустить другое копирование вставки, и будет там коллизия. Ты представляешь, как можно со стек оверфлоу копировать, ставить код чужой? Ну вот да. Вот подобно. В несколько потоков сразу. Нет, но я имею в виду, конечно, при работе с памятью. То есть если только что-то там, вы берете какую-то информацию, параллельным потоком, точнее параллельным запросом в этом же потоке ее опять берете, она может быть неактуальна, и это полное говно. Говно. Да, лучше как-то, как в SQL-е, это AC транзакции, чтобы не было никакого доступа. Ну, короче, а вот в PHP так не будет, потому что на каждый запрос отдельный тред, то есть поток. И да. И последний факт, это PHP, из-за того, что он на уровне запросов вот так работает, в принципе, программистский workflow очень сильно упрощает, делает его быстрым. потому что на самом деле просто нужно рестартануть сервер и все. А на Python, если ты рестартанешь сервер, то там все будет заново включаться, 15-30 секунд будет включаться, заново подгружаться в стандартные библиотеки и так далее, только после этого ты можешь отправлять запросы. А на PHP это все рестартится сразу же. И самое главное, при перезагрузке страницы каждый раз интерпретатор прогоняет все. На Python это не так, там все время крутится в фоне интерпретатор, и когда ты перезагружаешь страницу, на него идет запрос. А в PHP перезагрузил страницу, запрос прошел, все, PHP заглох. И как только на него придет следующий запрос, он сразу заведется, сделает и уйдет. И на самом деле это более, это, кстати, является топ-хайлайтом этой новости. Кстати, у них тоже здесь Medium движок у Slack'а на блоге. Что я, говорит, заявляю прям, что самый простой вот этот подход PHP, что подумай, отредактируй, перезагрузи страницу, и все уже работает. Не надо там перезапускать сервак, чтобы всего лишь один файл переинтерпретировать, потому что все закэшировалось, как в Python. Делает разработчиков более продуктивными. Более счастливыми. Возможно, даже так. Я уже не говорю об автоперезагрузках страницы, когда там ну, когда у тебя прикрученных. Да, да, когда ты PHP-файл сохранил, у тебя сама уже страница перезагрузилась. И да, ты перезагрузил, и он прям все, он перепонял. Он уже новую PHP-шку проинтерпретировал и все знает. Не надо никаких танцев с бубном. Есть, конечно, и бочка дегтя, к этой бочке меда. Тут прям реально пополам. Первое, это удивительные переводы типов, как обычно. Как, как не переводы, а конверсии. Конвертация. конвертации типов. Ну, это тут как в джава-скрипте. 1, 2, 3 цифра равно 1, 2, 3 фу строке. Угу. Ну, вот 0, 1, 2, 3 не равно 0, 1, 2, 3 фу строке. Ну, блин, это, это, это предельно. Я думаю, с этим можно жить. Во-первых, да. Во-вторых, как бы, ну, так скажем, не валидируйте как-нибудь свои там данные, чтобы вот не возникало таких моментов, которые могут сконфьюзить интерпретатор. Ну, кстати, о проблемах и выход, о решениях этих проблем здесь тоже инженеры с лакном, инженер с лакном поведает. Забыл, как зовут его уже опять. Inconsistency. Короче, в самом, внутри PHP он же не сразу разрабатывался. Некоторые методы, они как объектное ориентирование заимствованы из джава уже в 4, PHP 4 и PHP 5. зато те, которые там так, сейчас я посмотрю. Ну-ка. Объекты отдаются референс отсылками, как в джава по сравнению с C++, а примитивные типы все-таки значениями. Хоть там и джава, и C++, и PHP одинаковы. Короче говоря, из-за того, что язык развивался не сразу, а постепенно, там люди использовали наработки других языков, которые в этот момент разбирались. И поэтому не всегда все сочетается. Это касается только семантики. Есть и проблемы с синтаксисом. Это четвертый пункт, я третий сейчас намеренно пропустил. Хотя сейчас я к нему тоже вернусь. И, например, раньше все стандартные функции через нижнее подчеркивание разделялись, то есть кебаб кейс. Да-да-да. А более современные, они как в java camel case уже, через заглавные буковки. прям реально, вот то, что внутри PHP. И это, согласись, не очень консистенси, не очень-то постоянно. Да. Но вот как бы приходится с этим мириться, потому что не знаю почему. Потому что мы любим PHP, поэтому и приходится. Возвращаемся к третьему пункту, он о том, что... Там какая-то философия. Failer Oblivious, что все фейлы уходят в небытие. Философия, забвение, преданное забвение. Короче, если вдруг PHP, это очень сильно старается, чтобы реквест прошел. Даже если очень странное что-то происходит. Короче, если поделить на ноль, не будет просто отваление, отваливание, а просто в итоге false вернется. А false иногда интерпретируется как ноль, и при делении на ноль может получиться ноль, вместо того, чтобы просто отвалилось все. Это сделано для того, чтобы PHP не крашился на делении на ноль, хотя бы как-то там худо-бедно ворочался из-за того, что опять же сингл поток, чтобы не было такого, что кто-то случайно на ноль разделил и все обвалилось, весь сайт. Ну, говорит, в PHP 7 как бы уже устранили это, вот конкретно про деление на ноль, а до этого прям вот могло все плохо считаться. На ноль поделило, получилось ноль, а это не так. И поэтому вот проблема. Но все они решаемые, например. Ну и да, инженер слаг, как же его зовут-то, блин, Кит Адамс. Кит. Короче, Китик. Ну? Он прям признает, что это стопудово проблемы, и прям вот надо их как-то решать. И один из способов их решать, это ХХВМ и ХЭК, которые сделал Facebook, это надстройка над PHP со статической типизацией. ХХВМ и ХЭК, которые Facebook сделали, ХЭК это, напомню еще раз, надстройка над PHP со статической типизацией. То есть прям можно, большинство проблем, когда там переводы, вот эти, конверсии неправильные, они решаются с помощью использования ХЭК. Несмотря на то, что ХЭК работает только в ХХВМ, Hip-Hop Virtual Machine. Та самая фейсбучная хрень. Да, самая фейсбучная виртуалка, которая позволяет прям очень быстро интерпретировать PHP, именно даже компилировать его в байт-код промежуточный. Поэтому да, здесь прям вот три конкретные штуки, четыре опять же. А, ну собственно мы все минусы прогоняем через ХЭК, так скажем. Первое, про конверсии понятно, это просто становится ошибками в ХЭК-файлах и они просто не компилируются и говорят это. Братан, переделай. Второе, то, что семантика страдает. В ХЭКе большинство old-style, старостилевых этих всех отсылок, они просто запрещены. Опять же, становятся ошибками. И поэтому все приведено больше к семантике джавы и си-шарпа. Фейлор обливиус господи, как же это прочитать. Ну, короче говоря, решена конкретно проблема с нулем. Сейчас я посмотрим. Так. Все-таки решена? Ну, да. Написано, что все еще баги, но решена. Отлично. Так. Inconsistence с стендарт library и, к сожалению, ХЭК не уводит. Стандартные библиотеки по-прежнему есть, так скажем, какие-то методы, которые не только бабки есть, не только CamelCase, и ХЭК тут ХЭК не поможет. Ну, короче, некоторые проблемы он решает. А некоторые решают ХХВМ в том смысле, что она прям очень быстрая. Facebook говорит, что у них на 11,6 раз, до 11,6 раз скорость увеличилась. Угу. А у Википедии, например, 6. А Википедия недавно перешла на ХХВМ. То есть не на простом они сейчас PHP, а да. Они как-то под Facebook немножко пролегли. К сожалению, да. И я тебе скажу страшное, слаг тоже ложится. Ууу. Они частично уже перевели инфраструктуру на ХХВМ, и у них прям пинги упали сильно. Ууу. В смысле, что прям хорошо все стало. Так. Поэтому прям вот они смотрят дальше, looking ahead, практически идут дальше по филошилю. Я вот все, не, я понял, это прикольно все, я вот это все слушал. А если, смотри, вот гипотетически, да, все то же самое было бы написано не на PHP. Они бы смогли вот сделать такой хороший сервис? Да, конечно, смогли. Они просто как бы к тому, что можно и на PHP сделать хороший сервис. Да. Ну, отлично. Так-то это же вопрос просто проектирования. Мне мысль понравилась, да, мысль понравилась. Ну, короче говоря, здесь есть сноски и так далее. Можно PHP всерьез воспринимать, не так уж это и плохо. Да я, на самом деле, от себя добавлю, мы же говорим здесь свое мнение. Угу. Мне кажется, что и обычный PHP в принципе неплох. Просто как бы можно писать код, не париться, что там что-то какие-то у них одни с кебаб-кейсом, другие с кемл-кейсом, но запомните вы просто их уже и все, что вы докапываетесь-то? По поводу переводов типов валидируете все. То есть это все решаемые проблемы. Это как бы не надо вот этих ленивых вот ой, мне вот так вот лучше было бы. Ну и хрен с вами, что я могу сказать. Кстати, по поводу предыдущих тем с ресурса неназываемого, чтобы не уйти в explicit, наше мнение тоже надо бы знать. Да, мы там все классно, у нас же было там какое-то мнение свое. Ты думаешь, мы сейчас будем воскрешать мнение? Ну ладно, ладно, да, уже ушел, уплыл корабль. Уже Вова в тапках представляешь, сейчас отчаялся, мы не везде. Нет, они опять не высказали мнение отписка, дизлайк. Ладно, я думаю, самое время сделать перерыв. Да. Немножко встать, пройтись, прогуляться. Я как-то вот после определенных рассуждений, определенных отзывов, хочется как-то перерыв сделать нене болезненным для зрителей и слушателей. Это как именно? Я не знаю. Просто закончить подкаст. У меня нет никаких идей. Но кроме того, сказать, что мы действительно уходим, мы прям ходим по кухне. У нас... В туалет иногда. Нет, чтобы вы понимали, у нас, короче, как в что, где, когда мы выходим на такую полянку, у нас там Киркоров поет. Да. Потом чайная пауза. Да. С господином друзьем. И Минбанк. Да. И Смартейп. Поэтому, а потом мы уже свеженькие, прям отдохнувшие возвращаемся к вам за микрофон, за наши стойки. Поэтому вы не думайте, что мы просто пауза и хоп, сразу дальше. Мы тоже отдыхаем. Может быть, не так долго, как вы. Может быть, вы смотрите, слушаете этот подкаст вот в этой серединке, его разделяете, и в это разделение у вас целый день, два дня входит. Я бы двусмысленно сказал, разделение входит. Но две половинки. Ну, в общем, да. Будем мы как-то прерываться. Увидимся после перерыва. Отдыхайте. Пагнай. Вообще-то уже записываем, да. Минусы постссс, следующая тема. Ну-ка. After just nobody. Не парится, чувак. Я почему-то думал, знаешь чё, что по бреду это ссс 3x новость, а нет. Не, я с медиумом, причём с чистого медиума. И just nobody, у него ник, чтобы понимали, kingdarobl. Это какой-то, короче, анимешный, с анимешной аватарочкой, чувак. И, видимо, сейчас такие проблемы будут анимешные. Не общескал, всё чётко. Да? Ну-ка, давай. Проблема с постссс. Мы, на самом деле, здесь неоднократно говорили про постссс в суровом вебе. Ещё когда записывались в старой моей квартире. Ещё когда он не был суровым. Да, когда мы на диванчике ещё помимо мисси с Никитой рядом сидели за одним ноутбучиком. А и такой был период в нашей карьере. Так вот, и кто не знает всё ещё, постсс это транскомпилятор. Трап? Трап-компилятор для ссс. И, в принципе, он прям вот целый вот новый вкус ссс для вас создаёт. Я цитирую, честно, у Барри. Не то, чтобы это от себя тяну. Вот, говорит, несколько плагинов для него. Постсснекст, например, использовать фичи нового ссс-стандарта. Что-то похожее на бабель для ссс. О! Бабель. Твои, да. Автопрефиксер. Это совместимость со старыми браузерами. Короче говоря, он прогоняет весь ссс с помощью can I use библиотеки. В смысле, с помощью библиотеки сайта can I use. И добавляет вендорные префиксы там, где это необходимо, в зависимости от тех параметров, которые вы зададите. Типа там, учитывать старый и е, он хоп, он везде мс добавит, где надо, там, или вообще, для фликсбокса. ЛС. Л. ЦП, ЛС, да. Прессе ссс. Использовать фичи, как в ссс, в которых, типа, переменные, там, эти, ветвления, хотя бы, прям по-русски, хотел сказать, ифы, потом все-таки, не ветвления. Не ветвления. Шорт плагин позволяет добавить некоторые шорткаты, то есть, как бы сказать, да. Ну, короче говоря, можно упростить некоторые обычные вещи с помощью, например, свойства size, которое будет означать, что и width, и height устанавливаются одним свойством size. Ну, короче говоря, собственные свойства, которые ты-то в башке знаешь, что будут означать, потому что ты их прописал. Вот это шорт плагин. Подожди, подожди, знаешь что? Опять же, забегая вперед ко всему этому, к постсссу, к теме постссса, а тебе не кажется, да, что вот издалека зайду. Так. Значит, у Трампа, да, у Трампа, уже хорошо, у него слоган Make America Great Again. Угу. Тебе не кажется, что вот JavaScript, да, он как бы весь переполнен всяким дерьмом, всякими библиотеками? А не кажется тебе, что мы делаем CSS, вот тем самым, всякими постсссами, всяким говном, какими-то сасами, может быть. Вот всем вот этим всем. Не делаем ли мы из этого JavaScript такое дерьмо с кучей всякого-всякого-всякого плагинов, всякой хрени, которой нужно знать, инструментов? Я сразу предварительно отвечу, делаем. Так. Так. но вдруг это плохо. Я просто как бы начинаю бояться за людей, которые... Это отвратительно. И именно об этом статье выводы будут как раз такие же, как у тебя. Ну-ка, ну-ка. Так вот, в принципе, понятно, что можно увидеть пользу от таких инструментов, как вот эти четыре плагина, например, особенно если сравнивать с Бабелем, ну как бы по пользу Бабеля не отрицает вообще никто в этом мире. Даже бабушка моя. Даже Бабич. Даже... Он-то в первую очередь. И в принципе, да, вроде как CSS делаем более крутым. И вообще, когда вы читаете статьи про пост CSS, а вокруг него было много хайпа, особенно так годика полтора-два назад, вы прям... Вас свербит в одном месте, вы думаете, блин, как без этого жить вообще никак. Вообще-то, лучше подумать дважды перед тем, как использовать в следующем проекте, потому что вот не надо бы его использовать. Используйте лучше стандартный препроцессор. И вот несколько причин. Ну слушай, это уже какая-то война постпроцессор и препроцессор. Ну потому что вообще постпроцессор это такой говнотермин и вообще просто вот вот как ты сказал. Ужасное нечто делаем. Конфигурация, во-первых. Всегда здесь ваш личный вкус идет. Потому что все плагины вы выбираете. Нет никакой стандартизации в этом отношении, только если вы внутри команды договоритесь. И в принципе скачать чуть-чуть плагинов не так-то и сложно, да? Ну там добавил. Я сейчас не буду команду цитировать, просто не знаю. NPM какой-нибудь install. Через NPM наверное это все распространяется. Напишите в комментариях, если я не прав, как кто-то в интернете. Так вот. И потом надо супер настраивать дохрена. Вдруг у вас roll up, а вдруг webpack, browserify, CLI. Ну в общем прям все по-разному может быть. Разные запаковщики, распаковщики, компиляторы. Это страшно сейчас началось. Да, разные task-райнеры, извините за эти все слова. И это уже дохрена делов. И поэтому вы как бы бесконечное количество часов только на конфиг потратите, на свой идеальный. И вы такие думаете, я сейчас сделаю один идеальный конфиг, буду его во всех проектах таскать, а не тут-то было. Везде будут все равно какие-то свои специфические моменты, где надо что-нибудь добавить или убавить. И по сравнению с просто установить препроцессор согласитесь дохрена работы. Согласен. Слушай, вот у нас как в форме диалога-то все идет, как в нашей первой теме. Диалоги рулят по ходу дела. Не зря нас на английском заставляли диалоги составлять. Entangled Mass. Короче говоря, кроме того, что не работают некоторые плагины друг с другом, некоторые просто могут не работать. Ой, это все так страшно. Я согласен, что это такие довольно надуманные причины, но суть в том, что очень-очень это не отказоустойчивое. Вот все вот эти вот постсс, вообще весь open source на самом деле, давайте уж будем откровенно, не очень отказоустойчив. но вот когда это еще разные плагины пишут разные люди, это в принципе беда любой такой модульной системы. Друг с другом может не работать, может вообще хреново работать. И непонятно вообще, что у вас выводится, и дебажить тяжело. Ни комментариев, ни хрена, вообще не пойми. It's not CSS anymore. Вот если говорить про бабель, то он использует... Ах ты, черт, это следующий пункт, я уже от себя погнал. Как-то хочется к бабелю побыстрее. Согласен. Так вот, это не CSS больше, в том смысле, что на код, когда взглянешь, ни хрена не поймешь. Вот есть size 48 пикселей. Это вдруг вы именно такое сделали для себя, как бы это сказать, по-русски, все-таки шорткат. Ну да, вдруг вы понимаете size как width и height, а кто-то там по-другому size определил, или кто-то эту пару width и height определил как box, я не знаю. В принципе, всякие могут быть варианты. И плагин шорт, я так понимаю, он позволяет любые настраивать метки для этих дел. Нету понимания, что ты смотришь, вот звездочки всякие, margin, звездочка, авто. Что это значит? Какого хрена? Непонятно. И на самом деле, да, опять же, если вы внутри, ну, я уже предвижу, даже если не комментаторов, которые напишут вы дураки, автор говно, и вообще, отписка, все не так, да, дизлайк, отписка. Может быть, кто-то хотя бы об этом подумает. Я прям хочу заранее сказать, что да, если вдруг вы, прям вся команда вас бредит по CSS, и никто из этой команды у вас не уйдет, не будет никакой текучки, и все проекты у вас типовые, и везде конфиг одинаковый, то, наверное, прямо все здорово. Но редко так бывает. Поэтому идем дальше. И плюс стандартизации. Если говорить про бабель, то он все-таки следует полностью принятому стандарту, там, ECMAScript 2015, ECMAScript 6 до этого, ECMAScript 7, который грядет. А в пост CSS так то, во что гораст. То есть там не всегда это идет с точки зрения соответствия со спецификацией от W3 Group. В общем, не просто все в этом всем. Поэтому автор нам советует Back to Basics вернуться как к истокам и просто использовать при процессор. Да, я, кстати, он прям так и говорит. То есть он даже не говорит, он даже не заставляет тебя просто CSS писать чистый. Ну-ка, не, не настолько, да. Он все-таки имеет в виду, что должна быть какая-то автоматизация, некоторые, какие-то упрощения, но вот при процессоре с этим справиться лучше, чем пост CSS. Хотя по сути написание SCSS это по сути написание CSS чистого. Ну, включая всякое дерьмо. Ну да, включая ветвление, опять же там, циклы и переменные. Но да, это остается валидным CSS. И это, собственно, один из плюсов. Почему вот все часто пишут, почему вот Sass, а не Stylus? Да потому что говно ваш, Stylus, он не является валидным CSS в обратную сторону. Не, ну Sass, по сути, он тоже как бы другой язык выглядит. Другой, в смысле, в смысле, что когда ты берешь обычный CSS вставляешь в Sass, то уже можно компилировать. Ну потому что можно только что-нибудь на переменную, замените все, синтаксис одинаковый. Со Stylus не будет вот этой обратной совместимости, поэтому, поэтому Sass. И здесь он по пунктам прям прошелся, что есть переменные, есть вложенность, есть readability, есть shortcut, то есть миксины. Чем? То же самое, один хрен. Можешь хоть size, хоть box назвать, хоть как. Также в скобках передать просто эти параметры, типа 48 пикселей опять же, и все. Автоматические вендор префиксы, как нам дают автопрефиксы, здесь сложно, то есть надо в каждый миксинг встраивать вот эту или функцию определения, что куда встроить, но блин, ну с этим приходится жить, и я просто как, я как бы сейчас мало очень верстаю по работе, но когда приходится, я все равно всегда использую припроцессоры, чтобы больший контроль получить, здесь конечно профессиональный психолог или психотерапевт сказал бы, почему я больший контроль хочу получить, но вот такая жизнь, и я вот люблю, я точно знаю после SAS, что получится на выходе, а после этого, после CSS, там хрен ногу сломит. Не, ну психологически просто хочется изначально сделать нормально, чем потом что-то скомпилировать в нормальное. Ну да, да, это прям как-то по-взрослому кажется. Да, больше по-взрослому. Сразу убраться за собой, так скажем, или сразу по-человечески прибраться. Или сразу говнокод написать. Ну и хотя бы так, да, это тоже по-взрослому, в принципе. Всего два лайка, между прочим, этой статьи. Как-то Just Nobody ты не заслужил. Знаешь, Just Nobody, знаешь, как это переводится? У нас вот есть с тобой знакомый, у которого был Ник Никто Никтонович на ВК. Да, да. Вот Just Nobody. Возможно, типаж прям даже схожий. King Daro BL. Белоруссия, может. Отлично. Ты вообще как? Мы можем с тобой поменяться сейчас темку на темку. Я могу сейчас сказать про светские новости. Давай, махнемся, не глядя. Да. У нас, короче, есть для вас любимая наша рубрика светские новости. И в ней любимая тема. Вот просто лучшая. Серьезно, я прям не шучу абсолютно. Здесь даже не толики юмора нет. Тема про то, что в МАДЗИ, в ЮНИКОД 10 добавят новые собственно МАДЗИ. Шикарно. И там будут в том числе такие МАДЗИ, как ХИДЖАБ. Это, видимо, женщина в ХИДЖАБе будет. Ну вот она есть. Если мы посмотрим картиночку, то пятая во второй строчке. Брестфидинг. Вот. Это кормление четвертая в первой строчке. Кормление груди, да. Хотя, смотри, украинского детеныша кормят. Я тоже почему-то мне показалось, что каких-то казаков кормят. Ну вот, да. Зомби МАДЗИ. Я так понимаю, здесь это все-таки вампир. Ну, они, я так понимаю, не особо соответствуют, но тем не менее. Но вот вампирский, будет чувак с длинной бородой. То есть, наш типичный слушатель. И жираф тоже наш типичный слушатель. И смузи, которые пьют наши типичные смузи. А потом кормят грудью. Пара семейная. Родитель 1, родитель 2. Ну вот, тем не менее, то есть, возможно, даже нашими слушателями будут использоваться новые МАДЗИ. Они вот всегда плюются от этих тем. Но давай перейдем к списку, собственно. Какие еще будут темы прикольные? Поржом. Давай. Между прочим, лист из 51 Нью МАДЗИ. Достаточно внушительный. Давай как-то вот ты сразу видишь, мне нравится I love you hand sign. То есть, тот самый значок ручками сердечка. Я сейчас показываю, нахрена-то непонятно, нахрена. Да, у нас пока нету камер, поэтому показывать мы можем только друг другу. Еще что тебе нравится, ну-ка давай. А я честно тебе скажу, мне нравится этот T-Rex. Да, T-Rex это круто. А как он интересно выглядеть будет? Понятия не имею. Adult просто есть такой. Adult T-Rex? Нет, просто я понял, bearded adult, бородатый adult. Это прикольно. И где-то здесь еще был. Слушай, много кстати бородитов bearded person. Ну, где-то еще был adult старый. Сейчас я попытаюсь найти. просто. Он какой-нибудь мачурый должен быть. это черт не вижу. Ну, короче, хотя может быть bearded adult, это я подумал adult старый. Слушай, там эльф будет. Эльф. Да. Face with monocle. По-моему, он был уже. Или это был детектив типа какой-то. Слушай, а мне кажется, они начали немножко упарываться чем-то. Потому что если еще эти эмадзи, которые мы с тобой обсуждали про профессии, например, и даже по профессии женщин, я даже на это готов пойти. У нас были вот такие обсуждения с тобой тем, что эмадзи добавят, что будет женщина пожарная или женщина не знаю. Но тут уже начинаются зомби и брокколи. Две и джинни. В принципе соседствующий и брейн. Лучше бы джинни уизли. Да, да, да. Брейн, да, действительно. Терекс, ну, терекс, это, это, лучше. Вот и одного бы терекса бы добавить и все. А что такое мерперсон? Не знаю. Мерперсон. Может быть, это персонаж какой-то. Напишите в комментариях, если вы мерперсон. Скаф. Ну, это ну, вон, вич, там сразу весь набор скаф, главс, каут, сакс. Прикольно, прикольно. Да. Напишите в комментариях, как вам вообще про мадзи темки. Надо новых, может быть, весь подкаст про мадзи сделать? Возможно, когда вот выйдет уже, мы прям можем, у меня здесь на компьютере Apple есть комбинация клавиш, control, command, пробел. Она вызывает, чтобы ты понимал, можешь перекид, вот такую штуку. Так, там целый, который все мадзи указаны. А это там есть описание каждой мадзи? Да. Вот, например, мадзи бабки, пожилая женщина. Мадзи бабки. Причем, у меня здесь же супер беты, поэтому у меня, возможно, уже и есть некоторые из них. Женщина-сыщик есть. У тебя тирекса нету случайно? Не знаю, есть женщина и мужчина за ноутбуком. Женщина, а, это технический специалист в скобках мужчины, в скобках женщины. то есть, у тебя уже есть женские профессии? У меня есть профессии и да, да, у меня это все уже есть. Блин, блин, блин. Причем, там, естественно, нигерши есть, все как надо, прям блин. Но Трамп скоро отменит это. Собственно, старики и старухи, они тоже перерисованы. это, кстати, смешно было. Старики и старухи, они уже перерисованы. То есть, они опять обновляют, то есть, даже уже танцующая телка, она опять переделана. Ты представляешь, после Трампа обратно все желтое будет. Обычные. Как Симпсоны, да. Подожди, ну-ка, есть Терекс, нет? Я вот сейчас в Animals перешел. Да не-не, это еще будет пока. Горилла есть. Как? Харамбре? Харамбре, да. Харамбре, да. Просто горилла. Не могу найти Терекса. Может быть, еще нету. Но это прикольно. Есть голова дракона и дракон, но такой китайский, что ты понимал. Здоровый. А как в этом во всем ориентироваться? Столько уже МОДЗИ, как жить-то? Как с этим? Есть голубь мира с оливковой ветвью даже. Ё-ма-я. В натуре хрен знает, как жить, но прям вот, чуваки, ставьте бетки. Снеговик есть со снежинками. Вот, это прикольненько. Есть кар гоночная, именно болид, который... Мой кар самый быстроходный. Есть даже желтая ленточка памятная. Красной, кстати, нету. Угу. Ну, в общем, ладно, не будем сейчас предаваться вот этим вот осмотрам МОДЗИ, а то далеко пойдем. Мы и так далеко идем, а так еще дальше. Я предлагаю вернуться немножко к разработке. вернемся к разработке. И сейчас, я так понимаю, это классическая пукана-горячая тема чувака с... Опять же, с горящим пуканом. Да, Нолан Лоусон. И он, если помните, в нашем же подкасте Суровый веб... Да, надо освежить. Освежить, что называется, Суровый веб. Он когда-то говорил о том, что Safari это новый ИЕ. Помните, такая пукана-бомбительная тема была? Не, не помните. В двух частях даже она была. Да. То есть, он сначала первую часть написал, Он сначала что-то, типа, написал, потом извинялся, или не извинялся. Он не извинялся, а просто, он, наоборот, защищался. Он прям стоял на своем до самого конца. И, ну, короче, тема такая. Progressive Enhancement, прогрессивное улучшение не мертво, но попахивает. But it smells funny. Попахивает смешно, я бы сказал, перевел бы это. Да, попахивает смешно. Короче говоря, суть в том, что не хрен делать уже Progressive Enhancement. И он даже рассказывает, что, в принципе... Не, а ты сразу скажи, что такое Progressive Enhancement для людей. А, он здесь скажет. Он здесь прям скажет, что это значит в широком смысле и в узком смысле. Он прям за меня может все уже вести в этом подкасте. Так вот, есть некий уже... Это где-то деликатный вопрос. Его почему-то все так обсуждают, как будто... Ну, то у меня сигнализация сработала. Да, на своем третьем автомобиле. Но его в смысле обсуждают так же яро и рьяно, как accessibility для инвалидовчей. И с таким же, так скажем, вовлечением и эмоциями. То есть не так все просто с прогрессив энхэнсментом. Прям каждый раз очень напрягаются. Так. В широком смысле прогрессивное улучшение это нужно начать с самого базового функционала писать приложение, а потом улучшать, навешивать именно вот, как бы сказать, в процессе по усложнению. А в узком смысле это означает начать с HTML, а потом добавить CSS, потом добавить JavaScript. И вот он хочет, говорит, я, говорит, в этом посте хочу написать, что широкий смысл прогрессив энхэнсмента довольно-таки актуален, а вот узкий, когда именно HTML, CSS, JavaScript, это уже, говорит, полное говно. Уже у всех смартфоны, уже у всех суперновые браузеры, вечно зеленые, Evergreen. И уже, прям все круто. Уже нету для западного мира нужды делать. Он, смотри, он немножечко ксенофобией занимается. Для нас, для западного мира, нет смысла уже делать старые JavaScript сайты. Он вообще не боится выходить-то на улицу? А тут, тут сейчас прям вот реально будет. Выгод, в принципе, нету даже понятия сейчас прогрессив энхэнсмент определенно. Выгод, десятерых, спросите, вам все здесь человек по-разному ответит, как они понимают прогрессивное улучшение. Один реально будет концентрироваться на JavaScript и так далее. А, точнее, наоборот. Но все из них будут концентрироваться на JavaScript. Как, в принципе, и все веб-программирование. Да, и вот тут кто-то у них там проводил опрос, некий Remy Sharp, о том, что из 800 ответов 25% сказали, что прогрессивное улучшение это значит сделать, сайт работал без JavaScript. Вот так по-простому. И они, он еще издевается, что по ходу дела опрос-то проводили среди... Ну вот у них, видимо, шутка такая PE Advocates, это Physical Education Advocates, видимо, юристы по работе с медициной, что-то вот подобное, и они типа выключают JavaScript. Да, who disable JavaScript. Ну, в общем, в принципе, спойлер, большинство топовых веб-сайтов не парятся для того, что не парятся и не делают версию без JavaScript. Вот я лично проверял Facebook, работает. Причем фейсбуковая версия без JavaScript, она прям гениальная. Вот это самый лучший сайт, который я без JavaScript вообще пробовал. Ну, не, ну, надо отдать должное. Если бы Facebook не работал без JavaScript, то тогда в этом мире просто было бы уже не было вообще сайтов. Ну, да. Вот Джек Арчибальд говорит, что каждая фаза разработки и улучшения приложения должна иметь своего пользователя. То есть, грубо говоря, вот есть у тебя базовый функционал, и им пользуется большинство. Вот ты надстраиваешь, и есть люди, которым эта надстройка нужна. И вот он предпочитает думать, как его тут, Пол, автор это зовут, Нолан. Нолан предпочитает думать, что нету такого пользователя, у которого отключен JavaScript. И он, собственно, как раз говорит, с популярностью серверного React, Ember и Angular, уже вот прям прогрессивный рендеринг везде. Для того, чтобы производительность была хорошая. Захочет сначала на страницу, потом все подгружается. Или уже сервера прилетает скомпилированным. Тут как бы, ну, с учетом того, что он говорит про серверный React, значит, сервера уже прилетает. В общем, надо, говорит, это, 2016-й уже, и пора уже принять то, что it's okay to build a website that doesn't work without JavaScript. Можно, говорит, уже в 2016-м делать сайт, который не работает с JavaScript. И он этот доклад дал на... Не работает без JavaScript? Да. Ну, короче, если у тебя не работает без JavaScript, то как бы и похрен. Кто бы его отключал-то еще? А вдруг вот эти все сотни американцев, которые со старыми MacBook'ами на старых Safari каких-нибудь? Так вот, ну, да. Ну, хотя там, слушай, там, по идее, JavaScript все равно работал. Ну, просто его отключают, чтобы заряд батареи сохранить. Тут вопрос, да. Ну, окей. Ну, так вот, и он не постеснялся такое выдать на конференции Frontiers. Просто как в лужу пернул. Да, и тут прям сразу в Твиттере-то хайп поднялся. Все пишут, нет, не только из-за того, что большие крупные компании делают сайты без JavaScript, это не значит, что надо так делать. Сара Суайдан тоже возмутилась. Это, между прочим, кстати, не надо ржать, что ей смайлик Джаба надо использовать. Она, между прочим, серьезная разработчика. Да, серьезная SVG барышня. SVG дама. Барышни, конечно, зря назвала. Кокошник не повесите. Ну, давай. И она говорит, я так зла, прям так зла. Эрик Мейер, который пишет CSS Definitive Guide сейчас, пишет, я прям подписываюсь под то, что именно под local developer вот этим, который возмутился первый, я подписываюсь. Они все под ним подписываются. Если да, не можешь для нормального веба делать сайты, пошел вон отсюда. Найди платформу, которая тебе больше подходит. Слушай, мне кажется, этот чувак, он троллит всех. Он просто жирный тролль. Он берет темку такую. Ну да. Скользкую. Скользкую. Так, ну ладно, ну и что дальше? Так. Ну так вот. И я, мне так кажется, что такое ощущение, что я прям панду убил, когда вот такое сказал. Бэйби, панда. Еще и детеныша панды. Да, то есть прям так все отреагировали, как будто до свидоса случилось. Я, как-то ничего личного против них не имею, против этих людей. Кроме Сарису, Ну нет, он даже ее отмечает, что мне ее от статьи-то мне ее нравится, говорит. Но я просто не очень согласен с тем, что они так злятся. Угу. Вообще, ну короче, все. Он о том, что неужели прям настолько JavaScript вреден для некоторого сегмента веб-пользователей? Потому что ну, не знаю, ничего не могут искать. Неужели настолько он прям зол, настолько вреден этот JavaScript? Для, говорит, обычного миллиона, для следующего прогрессивного улучшения, next billion, миллиарда, точнее. Знаешь, есть золотой миллиард, а есть вот следующий миллиард. Ну и это, грубо говоря, индусы, то есть развивающиеся страны. И в принципе, если посмотреть, какой веб будет для них, вот в основном, говорит, у всех Android, в основном у всех уже более-менее нормальный, гик-оперативки, четырехъядерный процессор. Привет к Xiaomi, бомбанула. Так вот, какой-нибудь вечно зеленый браузер и WebView, Android 5 и выше, зеленый имеет в виду, что свеженький какой-то, да? Ну да, 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 я так понимаю, что не тухлый. И вот, а вот, говорит, что у них не будет, так это нормального интернета. И поэтому, говорит, я считаю, что прогрессивные улучшения должны не вокруг JavaScript-а строиться, а вокруг, говорит, того, что у них нет интернета. И он опять, вот он тогда на Safari бы длил, что там не поддерживается сервис-воркеры, индекс DB и прочие штуки, которые нужны для оффлайн-работы. И вот он тогда говорит, вы лучше делайте индекс DB сервис-воркеров. У него он прям, он свою тему продолжает. Свою тему, да. Потому что, говорит, будет же круто, если бы все у вас будет на клиенте асинхронным этим изоморфным JavaScript-овым приложением. Вот вы зашли, и дальше у вас подгружается все, а потом оно работает уже без интернета. Представьте, говорит, как это круто. А то вдруг у вас где-то 4G давит, LTE, а где-то хоп и 2G уже только. А у вас уже все подгружено, и вы можете приложением пользоваться. А то, что на сервак отсылать данные, или это типа очень маленький трафик? Отошлет типа потом, тогда, когда сможет это слать. Оно же не всегда работает. Вроде, как в изоморфном приложении у тебя копия базы есть прямо на клиенте, и она засинхронится тогда, когда надо будет. То есть, вот это уже на твоей совести как разработчика. И он прям пишет, что вот это вот будет круто. Не, ну сейчас, вот пока все, что он тут сказал, это есть какая-то доля правды в этом. Есть доля правды. Но просто, видишь, он пытается сковырнуть не сковыркивая. Он вообще, он революционер. Он сильно революционер. И я даже не готов под его знамена встать, если честно. Пока что. Есть, ну да, пока что. Есть здравое зерно, но вот не полностью я с ним согласен. Не, ну он как все бунтари, с ними тоже никто не согласен сначала. Да, он здесь прям картинку нам пока. Вот, говорит, как выглядят сайты без джаваскрипта некоторые. Housing.com, Kongo и Flipkart. И говорит, посмотрите, на Housing.com прям практически можно работать. Что-то писать там, поиск, туды-сюды. Там, правда, что-то нихрена не отображается в карточках этих. Ну, понятно, ну не подгружается, понятно. Но он говорит, в принципе, я надеюсь, что вот к этому мы будем стремиться, что без интернета работает. И опять же, есть вот у нас SpouchDB, который прям бомбанул больше, чем Эбола. И прям вообще это суперкруто было. Ангулярное приложение, AppCash. Короче, все, его несет прям по полной на все вот эти новые технологии, которые именно для оффлайна сделаны. А почему они все с DB-то называются? Это как-то с базами данных? Это локальная база данных. То есть, он берет копию данных с сервера, в локалку ее кидает, все там хранится. И в принципе, локальный джаваскрипт работает с локальной базой, тебе ничего не надо с сервером делать, по сути дела. И State, то есть, состояние приложения синхронизируется тогда, когда есть интернет. То есть, понятно, что некоторые критические вещи ты делать не можешь без интернета. Ну, например, платежи совершать. Ну, да, очевидно. Но просто серфить свой профиль ты, например, можешь, потому что он у тебя подгружен. Ну, как бы не актуальный, а вот тот, какой подгрузился в тот момент. Угу. Поэтому, он говорит, веб, это все одна большая палатка. Видимо, бойскаутская, я не знаю. И не надо, это, офлайн фест. Я, не верю в это. Я, говорит, верю, что лучше на всех сайтах будет HTML5 Canva. Типа... Или WebGL. Угу. Лучше, новые технологии практически использовать, потому что 2016 год и веб изменился. Ну, слушай, блин, но он вообще дает, конечно, дает. Тут, тут сложно прям даже это. Не, мне кажется, его надо подсчитывать, потому что вдруг он там будет что-то подписывать интересное. У него здесь 69 комментариев, как водится, и в самом начале статьи он написал, что это, ему аж четверо людей написали ответочки с ножичками в соответствующих блогах. И причем, возможно, разные. То есть, где-то кто-то сказал, блин, вау, чувак, я хочу этих детей, ты прям супер прав. А кто-то, может быть, написал, что я тебя найду, как суровый веб. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вообще что-то думаете. Да, но мы свое мнение уже предельно ясно вы выразили, по-моему. Да. Переходим, что, к темам слушателей? У нас тема слушателей беспрецедентна, без научпопа в этот раз, без... WordPress. Да. Сразу прям, прям к вашим темам, любимым. Хотя уже час 47 в эфире, то есть, в принципе, уже бы пора к вашим темам, уже без 15 часа в Челябинске. И первая тема, я так понимаю, мы с конца, то есть, в хронологическом порядке ты выбирал с конца. Нет, это еще и 101. Это прямо из предыдущих тем. А, вижу, вижу, то есть, наоборот, все-таки стою. Возможно, не ваш формат, но очень коротко, емко про всякие библиотеки и фреймворки. И, собственно, там хороший видосик, который просто нужно... Вот все, кто слушают, я вам опишу, ты, я так понимаю, уже включил видео. Я включил, да, зрители уже видят. Да, чтобы вы понимали, есть проблема некая с вилками, с вилками, теми самыми, которые вот 220 вольт, и даже, невзирая на то, что в видосе здесь гипертрофировано, просто человек вставляет там какую-нибудь треххреневую такую вилку с тремя хренями в двухдырочную мамку, так скажем. Розетку. Да. Вот. Происходит дичайшая вакханалия и примерно так выглядит современная разработка ПО. Ну, короче говоря, через три переходника можно вилку все-таки вставить более или менее в розетку. Ну, это выглядит как новые устройства от Apple со старыми устройствами от Apple. Да, да, кстати, тоже хорошо получилось. Переходник на переходник. Ну, я не знаю, наш формат, по-моему, наш формат. Че нет-то? Ну да, мы поражали. Как раз про всякие библиотеки и фреймворки. Идем дальше. Следующее у нас продолжается ор выше гор, как говорится. И Алеша прокомментировал подборка форм ввода с идеальным UX. И действительно, вот я предлагаю тебе зайти, пройти по ссылке. Прохожу. Для слушателей опять облом, к сожалению. Для слушателей облом, но для зрителей это просто кайфуха. Потому что, короче, кайф. Потому что мы, короче, во-первых, постили вот первый вот, первый тип UX... Ну, первую гифку, я бы сказал. Да, первую гифку вот этого UX-а форм, как вводить свой phone number. И здесь просто, ну, вы видите, как действительно очень удобно. Заголовок такой, если бы Сатана был веб-разработчиком. Да. Вы видите, как здесь вообще очень легко вводить свой номер. Прямо просто ждете циферку, успеваете, накликиваете, и у вас получается phone number. Идем дальше. Здесь еще покруче уже. Вот как люди до этого додумывались, я не знаю, но тем не менее. Свой номер можно указывать при помощи, так скажем, чекбоксов. Да, чекбоксов. Прямо реально составлять из чекбоксов. Нужно чекбоксами нарисовать цифры. Здесь есть справа образец. Да, на табло справа образец, как на ЕГЭ. То есть ты должен точно указать цифру, и тогда она вот у тебя запишется. Идем дальше. Еще круче. Мне вот этот вариант почему-то понравился больше всего. Просто тебе предлагается instance your phone number и предлагается какой-то рандомный, рандомное число. И возможно, когда-то, наверняка, но скорее всего, когда-то оно попадет на ваш phone number и вы нажмете yes. Идем дальше. Здесь я бы это сказал. Это число пи. Какая-то логическая, да, для вас это будет логическая задача. То есть это число пи, по которому можно backward и forward двигаться, соответственно. Если, не дай бог, скорее всего, ваш телефон есть в числе пи, то в какой-то момент на миллиардном знаке после запятой вот можно до него так дойти. Да. Please enter your phone number. На следующем вот я ржал в голосину. Здесь, короче, на следующем, я не знаю, мальчики и девочки знают и помнят вообще такой вот круг, такой вот диск, дисковый телефон, потому что у нас дисковые телефоны еще были, я использовал, я сам крутил пальцами. У меня дома есть еще один такой аппарат. Да, может быть, кто-то сейчас хипстер все еще использует, но тем не менее, вот такой пример, это, знаешь, скифоморфизм. Не больше, не меньше. Прямо реально крутить, набирать. Именно не то, что ты кликаешь на нее, а ты именно рукой должен довести прям этот диск. Да, да, да. Это даже тяжело, может быть. Ну вот, например, такой вариант. Please enter your phone number. Здесь, как бы, плюсиком инкрементироваться. Прямо реально по одному. Это смешно. Причем, я так понимаю, если ты случайно прощелкал, то ты реально лицом прощелкал. Ну и последнее. Последнее, это вот этот пример, вот эта хрень, она наверняка как-то как-то дико называется. Здесь цифры, они бьются. Но они как в арканоиде, об стенки тыркаются, и надо в них попадать и этими цифрами накликивать номер телефона. Это круто. Это круто, да, действительно, арканоид. Но это просто реально, жали в голосину. Посмотрите обязательно, если вы вдруг не смогли посмотреть. Идем дальше. Комментарий, просто конструктив такой. Все вот нам пишут. Да, я сначала просто прочитаю конструктивы чуть-чуть. Давай. нам, как всегда, говорят, что Uweb Design все-таки лучше не менять, то есть название подкаста Uweb Design подкаста, а лучше поменять для нашего второго канала Uweb Games название, как-то подумать над ним, может быть, поиграться с ним, потому что чуваку Uweb Games напоминает то, что если, как только мы говорим здравствуйте, всем привет, с вами Uweb Games, ему кажется, что мы сидим в фуражке. Что мы сидим в УВД. Да, Uweb Games так, старшую оперуполномоченную из УВД Games. Ну да. Вот, да. Говорит, купола со звездами и т.д. и т.п. Подкаст и чифир пить. Вот, тут уже правильно и тельняшка тоже есть, так что, в принципе, в принципе, оставляем пока Uweb Games. Ага. Вот, ну и переходим к теме. Тема такая, тема больная, но тема больная не для российских наших пацанов, а тема больная, может быть, для Америки, вдруг кто-то живет в Америке и, возможно, даже в Калифорнии. И эта проблема происходит, возможно, в головах, скорее всего, у людей, потому что с выбором, с выборами нового президента в Штатах, и он еще не заступил, как я понимаю, но заступит скоро. На хрен там скоро, в январе. Ну да, в январе заступит. Начались волнения в эти сферы, потому что Дональд Трамп в свое время, когда просто что-нибудь там, видимо, как Жириновский выкрикивал всякое. Сейчас, если все вспомнить, что Жириновский выкрикивал, это страшное будет. Согласен. Вот если вспомнить то, что Дональд Трамп выкрикивал, там всплывают всякие вещи касательно IT-темы, то есть это даже не то, что мы сейчас вам политику здесь голую разводим, а здесь конкретно у нас же суровый веб, вот, поэтому вот такая вот суровая новость про то, что там оказывается Дональду Трампу вообще-то не нравилось, что там происходило с, вообще, что там происходит с Амазоном. Они там как-то плохо налоги платят. Они, походу, зареганы, как обычно, на бомжа. Да, у них очка на бомжа зареганы номинального. И что-то ему не нравится. Уставной капитал 10 тысяч рублей. Да, и тут основная, это, кстати, бомбанула, может быть, кто-то не знает, кто нас слушает. Основной-то прикол в чем был в выборах Трампа, и вот именно в информационной вот этой битве между Трампом и Клинтон, это, опять же, IT-сфера, опять же, тот самый Facebook, в котором есть некий алгоритм выдачи постов, рекламных постов в том числе, и разных постов, статей, и вот тот самый вот этот пузырь, тихо, пузырь выравнивания, значит, выравнивания, что я говорю, вот это пузырь выдачи или как-то он так называется, не суть важна, то есть вот этот алгоритм выдачи, он очень часто людям выдавал Трампа, собственно, статьи про Трампа, какие-то пиарные статьи, возможно. И как будто, знаешь, как будто этот Трамп все проплатил, но на самом деле это просто робот-алгоритм, который выдавал, хотя хрен его знает, хрен его знает, тут тоже как бы такое. Ну да, это мнение журналиста Максима Каноненко, можете у меня в Твиттере посмотреть, я репостил его статью по этому поводу. Ну вот, короче, Трамп в 4 раза больше, чем Клинтон, что ввалил в интернет. Да, 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 и, и, как оказалось, не зря. Да, как оказалось, не зря. Короче говоря, вот из-за того, что, сейчас бы еще найти по поводу кого он еще высказывался, но, в общем, сейчас дойдем. Многие люди в Калифорнии, в том самом месте, где Кремниевая долина и вообще где все самые образованные и умненькие, они начали подозревать, что с Трампом может быть говно и давайте просто Калифорнию сделаем отдельным государством. Новая республика Калифорния, это самое. Вот, даже какой-то чувак из Hyperloop One, которого никто не знает, но, видимо, решил попиариться, Шервин Пишевар, чтобы вы понимали, решил попиариться и говорит, блин, готов, если что, профинансировать, видимо, свою сотку баксов закинуть, но то, чтобы Калифорния немножко отделилась. Возможно, 50. Возможно, полтосик, да, он как в автомат засовывает, чтобы колу купить. Также вот в такой же автомат. Вот, допустим, кстати говоря, есть у, видимо, у Трампа были какие-то такие движухи по поводу того, что ему не нравилось, что Apple, допустим, должна прекратить выпускать телефоны в Китае, например, ему не нравилось. Видимо, что... Ну, чтобы налоги они платили, чтобы не Foxconn налоги в китайскую казну платил, а чтобы заводы на территории США были и они налоги платили в американскую казну. А между прочим, вот тот самый Amazon, про который я сказал, у них даже акции упали после того, как Трампа выбрали. Представляешь, какая позор-позор? Ну, как-то, видимо, он их реально кошмарил. Он их реально кошмарил, без приколов. Кстати говоря, что... То есть, он такой, знаешь, по той самому колбу, или... Да, по колбу, там, где у Путина спрашивают, вы интернетный человек? А вы компьютерный человек? Компьютерный. К сожалению, нет. Вот, найдите, обязательно поражите. Вот, Трамп и Клинтон, кстати, что надо заметить, она тоже не особо хай-течна. То есть, они оба не очень... Она не очень хай-течна, но ее все, вот, вся силиконовая долина, Кремль, вся, весь Сан-Франциско, вся Калифорния, короче, за нее. Кстати, любовь Дональда Трампа к Твиттеру привела к росту акций компании на 4%, то есть, из-за того, что... Компании Дональда Трампа, я думаю. Да, да, да. Но здесь есть, кстати, даже предположение, что Трамп, о боже, он не пользуется сам Твиттером, а надиктовывает свои твиты. Я даже боюсь, что он даже и не надиктовывает их, скорее всего. Там, возможно, сидит человек некий, который пишет за него эти твиты. Как бот фейсбучный, вот такой там сидит человек. Вот. Так что вот так вот, вот такие вот потрясения с Калифорнией происходят. Ну. И это абсолютно контрастирует с политикой Барака Обамы, естественно, как вы понимаете. Он-то там все умненький все, программирует в JavaScript. Да, да, да. Вот, поэтому посмотрим, к чему докатится IT-сфера в Америке, посмотрим, к чему это приведет. Будем ржать. А, возможно, нет. Возможно, нет. Возможно, плакать будем? Возможно, плакать. Идем дальше. Про Smart Tape. Ну, давай. Тут у нас старый пакистанец прям лон крит написал. Я не знаю, весь мы будем его читать или не весь. Ну, давайте. Надеюсь, не весь. Давайте. Хочу поведать вам одну удивительную и захватывающую историю о Smart Tape. Как всегда, это бывает. Все началось прекрасно и беззаботно. Выбрал замечательный безлимитный хостинг, все сайты залил туда, благо особо железо для них не надо. Крутятся они там, работают. Но наступили времена, когда замечательный Smart Tape сказал, у нас теперь есть наикрутейший безлимитный хостинг 2.0. И там даже бесплатно на целый год можно получить SSL сертификат. Вау, подумал я, надо срочно его выбирать. Срочно пишу в техподдержку, чтобы ребята перевели меня на безлимитный хостинг 2.0. Жду, жду, жду. И вот они, и вот они, отвечаю. Видимо, отвечают. Они вон, отвечаю. Все готово, мы подключили для вас безлимитный хостинг 2.0. Вы можете переносить все свои сайты. Так, стоп. Что значит переносить? А если бы я был обычным, не разбирающимся пользователем? Задаю на это им простой вопрос. А при смене тарифа у сотого оператора номер тоже нужно самому переносить? На что был простой ответ. Наши суп спеу дюолист спеу мелочь, но не очень приятно. Сайты перенес сам. Ладно, их всего 10. И вот они крутятся. Крутятся на безлимитной хостинге 2.0. К тому же прикручен SLT сертификат. Все замечательно. Но не прошло и недели, как у них упал сервер. Срочное сообщение от товарищей с админов. Не загружайте на хостинг ничего, дабы не потерять свою информацию. Ну ладно, не буду, просто подожду. Наступает следующий день, заходим на сайт и опа! Он не работает. На второй и он не работает. Третий, четвертый, пятый, да что за х? Открываем тикеты, оказывается, пришло еще одно сообщение. В нем пишут, мол, мы перенесли ваши сайты на другой сервер, смените, пожалуйста, IP адреса полей. Хм, ну ладно, сменю. По секрету скажу, DNS некоторых сайтов крутится на Яндексе. Прошли сутки, какие-то сайты заработали, а тот, что SSL при себе имел, вообще подозрительным для браузера стал. Ни сайт открыть, ни в админ панель зайти. Не думаю, но думаю, приплыли. Открываю уже родную тикет-систему, пишу дорогим товарищам технической поддержки, на что получаю ответ не очень хороший. Пишут и не стесняюся, что SSL теперь не поддерживается. Захожу на основной сайт SmartApe, а там, оказывается, и тарифа такого теперь нет. Снова и безлимитный хостинг, а с дополнением 2.0 как и не бывало. Пишу злобное письмо, как так? Почему я снова там откуда пришел? Я только ради SSL перешел на другой тарифный план. Ответ простой, переходите на ВПС. Да вы издеваетесь, много нецизурных слов. Сейчас, после гневного ответа моего на их предложение, жду ответа от их финансового отдела, куда меня перенаправили. В общем, продолжение следует. А теперь вопрос, что бы вы сделали? Охренеть, я, честно говоря, так полностью не читал его. Вот видишь, ты сейчас прочитал, я носом клюнул пару раз. Ну, слушай, тебе как? Как сам-то? Да как тебе сказать? Ты как представитель. Я не избалованный. Торговый? Да. Я не избалованный суперсервисом. Мы скорее даже не представители с тобой, мы с тобой как свидетели ИГОВЫ, свидетели смарт-тейповы. Хотите ли вы поговорить о хостинге нашим смарт-тейпом? Да-да-да, безлимитном нашем. Ну так вот, до этого мы пользовались с тобой, если помнишь, медиатемплом. Ой, мы до этого еще смарт-тейпом просто пользовались, и у нас сгорели серваки. Да-да, когда смарт-тейп тестировали просто безлимитный хостинг, тоже свой первый, там у них тоже горели серваки, и нам тоже там с какого-то, я как сейчас помню, хотя не помню, то ли с 11-го, то ли с какого-то перенесли все на 15-й, причем некоторые вещи безвозвратно утеряны были, поэтому старый пакистанец ты еще нормально отделался. Но мы, кстати, по-моему, с тех пор начали выеживаться в какой-то момент, и купили как раз Digital Ocean. Медиатемпл. О, Медиатемпл, Digital Ocean, и я что-то уже все. Не помню я, с этого мы начали выеживаться или нет, по-моему, просто Медиатемпл на тот момент быстрее работал. Теперь это смарт-тейп быстрее работает. Но ты вспомни, какие там бабки, сколько он стоит. Да нет, понятно, я просто к чему, потому что там тебе вообще хрен что сделают, не то, что сайты не перенесут. При том, что это Америка, и там супер-сервис. Там тебе нужен Медиатемпл Про, чтобы тебе что-то делали. Нет, там даже не Про то сколько стоит, а Про это вообще просто охренеть. да, да. То есть там прям тебе просто скажут, слушай, братан, вот у нас есть тариф, а если нет тариф, изучай нашу базу знаний, и все будет у тебя нормально. Не, ну здесь, знаешь, здесь тоже такой вопрос двойной, а вдруг у них-то ничего бы и не упало, и ничего и не падает. Это понятно, понимаешь, здесь вопрос-то до того, как упало, что он с безлимитного хостинга 1 на безлимитный хостинг 2 хотел, чтобы за него перенесли. Ну это странно, конечно, странное желание. Ну вот я не привык, я привык, что надо все самому делать, и я просто опять же уже в сегодняшнем выпуске сурового веба сказал, что я хотел бы полный контроль иметь, и вот мой полный контроль не дает мне, так скажем, возможности довериться хостингу. Ну здесь, знаешь, могло еще произойти такая мискоммуникация, так скажем. Это даже не отмазывая Smart Tape, и даже как бы просто, и в общем в защиту всех, или может быть наоборот не в защиту всех, а как бы что значит безлимитный хостинг 2.0? То есть это какая-то новая сущность? Что такое перенести? У них прям на новых серверах это все круто. Вот да, то есть, а что такое как бы, то есть, то есть здесь надо понимать, это же не просто как бы перенести из кухни в комнату, да? Да, это прям сложно. Тут вот, так что вот так. Ну в общем, спасибо, главное, мы не зря прочитали, то есть спасибо, пишите такие отзывы, это прикольно. Там, между прочим, целый тред образовался, там Севалат пытался помочь старому пакистанцу. Ну и что, помог? Ну как тебе сказать? Ну если надо, почитайте, в общем. Ну да, почитайте. Там прикольно. Вот. Идем дальше. Гамбургерные альтернативы. У нас вот такая хрень. Вообще пробежимся, сейчас пролетимся просто. Там картинки я видел, да, поэтому там Мозно. Мозно. Илья Дайнатович, практически Донатович. Статью обизен.ру слэш донейт. Ага. Вот тебе ага. Золтан Коллин пишет статью, которую нам предлагает, собственно, Донатыч. Угу. Говорит, вот такие вот, говорит, альтернативы для мобильной навигации, то есть для гамбургера. Вместо гамбургер-меню. Да. И идем сразу. Прямо сразу. Первое. Tabs. То есть вот такие табы сделать на мобиле. Или вкладки по-русски. Да, то есть вместо прям вот менюшки гамбургера. Или вкладки просто сделать. Не надо никого гамбургера-меню. Если у вас, допустим, немного их, потому что, скорее всего, только немного поместится, я подсказываю, то можно сделать такие табы. Например, в виде иконок. Например, в виде иконок и подписей. Например, в виде просто надписи. Да. Здесь сказано, не более пяти обычно используются. Потому что, во-первых, это там, опять же, мозг у нас не воспринимает. Мозг. Да, и маска у нас липс. Вот, например, examples. LinkedIn, Google Photos. Ну, Google Photos, я постеснялся вообще такой сервис упоминать? Согласен. А LinkedIn вообще у нас заблокировали в России? Ну, кстати, заходит вроде. Ну, ладно. Не как на Pornolab, я вам скажу. Идем дальше. Не то, чтобы хотелось так на LinkedIn заходить, но да. Не как на Pornolab, это точно. Ага. Второе. Tabs with a more option. Короче, типа, ну, то же самое, что Tabs в первом пункте, только есть еще некая more option, которая вываливается. Я не побоюсь этого слова. И предлагает вам выбрать какие-то другие пункты меню, например. Это, в принципе, удобно, когда у вас есть очень значимые конверсионные какие-то штуки, там, news, videos, photos, вот как здесь. И все остальные надо как-то недалеко убирать, не откладывать в долгий ящик. Да-да-да. Вот. Чтобы было откуда вываливаться. Вот, например, у Facebook есть куда вываливаться. Вот, посмотрите. Я, кстати, да, я даже не знал, что тут будет этот пример, хотел тоже Facebook в пример привести. Третье. Progressively Collapsing Menu. Это такая хренатень, можно сразу к примеру перейти. Чем, так скажем, меньше у тебя места. Чем уже вьюпорт, да, чем уже вьюпорт, тем, в общем, прикольнее, тем, короче, ваши пункты, ваши пункты меню, они подстраиваются. Они все в мору ходят, короче говоря, и все. Ну да, при желании, да. Дальше, Scrollable Navigation. Это прям, можете зайти на eubesign.ru. Возможно, сразу на eubesign.ru слэш донейт, там меню тоже такое же скролируемое. По горизонтали. Да, зайдите с телефона и поржите, как у нас классно сделано Scrollable Navigation. Прям реально, это вам как пример. А здесь, как пример, он приводит Medium, видимо, на телефоне. И, да, и Google тоже, просто Google Search. Я иногда, да, пользуюсь, прикалываюсь. Чем? Google Search. Ну и в eubesign.ru сложный донет, конечно же. Пятый пункт, drop down menus. Ну, это такое. Вот это мы делали еще в 2012, даже чуть не в 2011. это old school реально. То есть, просто хрена тень, кнопка, опять же, с вываливающимся списком. Чтобы было куда бывали. Да, просто как практика показывает, он вывалится на всю страницу. Его тоже хрен проскролишь. Ну, короче. Это, да, вот это, кстати, очень тонкая дорожка, но вот Barnes & Noble почему-то могут себе позволить, хотя у них очень много пунктов, по идее. Но, они здесь сделали конверсионно. Здесь несколько сделано хреней. Посмотрите, тоже поприкалываетесь. И, короче, что там в конце? А иногда гамбургер меню можно и не заменять ничем. А, да, просто гамбургер меню, вот, например, как в Uber. То есть, просто гамбургер меню. Оно всем понятно уже, скорее всего, хотя у нас были, опять же, терки с тобой, понятно или непонятно, было сто темно по поводу гамбургер меню. Да, да, в суровом вебе. В суровом вебе. Поэтому, вот так прикольно, вот такие альтернативы. Есть конклюжн прям с хайлайтом. Не бывает прям одного решения, которое везде подходит. Всегда зависит от проекта, ваших пользователей и контекста. Бла-бла-бла. Да, отлично. Ну и, последняя тема слушателей, и потом немножко пофилософствуем, там, как Ватсон. И, короче, Дмитрий прокомментировал. Он нас благодарит за выпуск, спасибо, Дмитрий. Предлагает несколько тем, мы даже одну посмотрели. И у него есть еще, короче, такое, интересное. Вот есть такой момент, это его последний абзац. Хотел бы зачитать. Вы, говорит, постоянно гоните слушателей. Это неприятно. Раньше вы более уважительно относились к тем, кто тратит на вас два часа своего внимания. Фраза о том, что до определенного момента продержалась, только часть слушателей совсем не мотивирует слушать. Идея с паузой в середине подкаста хорошая, но опять-таки слишком активно прогоняете зрителей. Сами не уходя. Дмитрий знает, видимо, уходим мы или нет. Он подглядывает, возможно. Я посмотрел сейчас в окно. Через веб-камеру твою. Может быть, даже через мою. Да, зрители должны чувствовать, что раз вы сделали паузу, то они могут это сделать. Это. Ну, вы понимаете, в паузу там. Как-то так пространно на самом деле. И лично меня наоборот бы мотивировало слушать. Блин, я всего лишь один из немногих, кто дослушал. Я тогда дослушаю прямо до самого конца, буду единственным. Я тебе так скажу, Дмитрий, он как бы показал проблему, но не сказал решение ни одного. то есть что-то как как должны чувствовать, что должны чувствовать. То есть он как-то, знаешь, немного как-то сказать, я вот что-то хочу, но не знаю, что хочу. Вот примерно так. Видимо, в этом духе, Дмитрий, опомнись, напиши дальше в комментариях, как планируешь, как советуешь нам решить эту проблему. Да, напиши, как нам паузу еще делать по-другому, потому что мы реально встали, сходили в толчок, в суровом вебе. Конечно, походили. Я хачапульку съел одну. Хачапульку съели, да. В принципе, разные вещи делаем. Да, ну и в завершении подкаста у нас есть тема, она у меня называется в моем вот этом списке про веб-студию Сокол. И, короче, сильно хотели поделиться, сильно с вами. Нам кто-то, на самом деле, в паблик третьего дня, то есть 15-го числа, чтобы все понимали, просто насколько расследование судебное сейчас будет. 15-го числа в 16-го по Челябинску, то есть в 14-го по Москве. Я поставил, короче, ролик веб-студию Сокол. Тот самый вот смешной ролик, наверняка его все видели. Если не видели, просто загуглите, вы сразу все попадете везде на кучу статей на Медузах, на Тижурнале и т.д. и т.д. Суть какая? Я поставил этот ролик, но этот ролик был какого-то нашего подписчика. Я преклоняюсь перед ним, потому что, собственно, из-за него, собственно, я, к сожалению, тогда не смог его поставить, потому что почему-то видео удалилось. Я хрен знает. Я поставил его, но, короче, видео удалилось, и мне пришлось найти на Ютубе. Попозже я потом вспомнил. Ну, я как бы, у меня в памяти это было. Я вспомнил, поражал, кинул чувакам в чатик. Чувак, видимо, с 2015-го просто случайно на него наткнулся. Блин, чувак, если это ты нам предложил на ВК, сознайся, расскажи, как это было, как ты на это наткнулся вообще. Ну, а Никита рассказывает дальше. Да, а я рассказываю дальше. Я это поставил, значит, 14 по МСК, ничего не знал, а потом я заметил, что резко просмотры, я когда поставил, было около 20 просмотров, вот чуть меньше 20 просмотров на ВК. То есть, этот видос никто практически не смотрел на полном серьезе. Потом я видел, что сильно просмотры, я думаю, какого хрена, это из-за нашего паблика так сильно просмотры растут. А что же у нас так подкасты-то не смотрят, я хотел грешным делом. А потом я понял, что мем зафорсен, собственно. То есть, не нами, к сожалению, нами он, возможно, так скажем, зачался, как ребеночек. Он, да, как пакет сформировался у нас на одном этом, а потом коммутатор его уже раскидал по всем остальным пабликам. Да, потом я заметил, что, короче, начали появляться какие-то комментарии, значит, к видосу, что там вы там с такого-то паблика, с такого-то, а потом пошло уже, пошло, 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 и уже я вижу там на фейсбуке лайк, и это уже вообще жесть. Короче говоря, я прям со всей смелостью, вы можете мне что хотеть писать, но мне кажется, что мы зачли этот мем, а точнее чувак, который мне предложил, вот, но тем не менее, мы, к сожалению, потеряли вот этого автора. Возможно, это сам главный, главный чувак из... Я, кстати, даже не помню, как его зовут. Какой-то там Хорошка, там, там смешно. Роман, по-моему, или Максим, что-то такое, да. В общем, спасибо, что предлагаете приколы, это еще раз, опять же, подтверждение. И вообще, новости предлагайте обязательно к нам в паблик. Мы предпочитаем думать, что это мы форсанули мем. Ну да, ну форсанули, может быть, не мы, да, но, по крайней мере, из-за чали. Мне нравится это, то, что мы... Папки, мема. Родитель номер один, и родитель номер два. И родитель номер три, чувак, который предложил. Да-да-да. Короче, переходим к обойке. Пора. Давай, давай. Пора. Обойка. Где здесь наш подкаст, Никита? Для слушателей, здесь просто летит реально самолет, и из него реально валит розовый пар. И, возможно, там вейперы сидят. Это наши слушатели. Тогда, по сути, весь самолет это подкаст. А, может быть, пара это наш подкаст? А, может быть... Они его пропускают через себя? Как вариант. А, возможно, та сторона, в которую они летят, пока вейпят, это наш подкаст? Потому что там это разрешено, не как у нас в общественных местах. Конечно. И им визу всем выдали в ювеб-дизайн. Просто тут 9-1-1 у самолета. Поэтому, я так понимаю, это... Ну, тушат пожары. Это МЧСный, да, который тушит. Почему розовой водой, непонятно. Ну, это не вода, наверное. Ну, хрен знает. Но, вообще, мимимишно выглядит классно, хипстерски. Выглядит круто, как и все картиночки sansplash.com. Это не реклама, это просто, как обычно, здесь человек напишет, откуда обойка. Вот sansplash.com. Погуглите прям так. Вы сначала попадете на веб-студию Сокол, потому что мы зафорсили этот мем. А потом уже на сам unsplash. Да, ну все. Ну да, будем завершающий слаговец. С вами был подкаст Суровый веб от ювеб-дизайн. Подписывайтесь на ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Гугл Плюсе, в Инстаграме. Ставьте нам пальцы вверх на Ютубе, пишите комментарии, делитесь с друзьями, в iTunes нам ставьте звездочки, пишите отзывы. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончар. Увидимся через неделю, как обычно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok